С вами я Фай, и как и обещал, у нас выходит обзор на патч. Решил Течиса засунуть в этот же обзор, просто вначале рассмотрим его, в общем-то. Это патч 7.31, и переходим к плавному разбору. Тут очень много изменений, у нас новые нейтральные крипы, новые предметы, какие-то прям суперские, и все это будем смотреть, ну и соответственно баланс. В общем-то, что же у нас изменили Течису? Валлы пишут, что как бы он всех поднадоел, да, красиво это все описали, и его сделали более командным. Теперь у нас первый спелл кидает такую бомбу, кидать ее можно в любую область, и она в любом случае будет взрываться. Она дает замедление, если попала по врагу, и потом, соответственно, взрывается и наносит также урон. Второй спелл у нас покрывает нас молниями, точнее, и если нас атакует какой-то враг, то он будет получать бессилие. Если мы подойдем и взорвемся, то также бессилие наложится по области. Третий спелл у нас не изменился, теперь только мы не можем заданяться им, то есть если у нас даже очень мало хп, мы прыгнем, мы просто останемся без хп, и скорее всего потом у нас уже кто-то грохнет, так сказать. Ну а прокси мины теперь просто стали ультой, у них изменилась немного анимация, и взрываются они также только при наличии рядом врага, то есть мы их можем просто поставить, если врага не будет в радиусе, то она в принципе не детонирует, и может также стоять в кустиках, как это было и раньше. По сути, вот все изменения, еще появился у него гадим скипетр новый, теперь второй спелл можно кидать на союзников, ну а третий спелл опять же остался без изменений. То есть довольно такой интересный реворк, как это будет в игре, в целом я думаю, ты сейчас теперь станет обычным героем, поддержки будут пикаться на четверку-пятерку, и будет, думаю, неплохо играться. Ждем к общим изменениям, у нас изменилось базовое золото за убийство героя, теперь оно увеличено с 120 до 125, не сильно апп, не думаю, что это повлияет, но была изменена вот довольно сильно форма опыта за серию герой. Убийств и формула золота непосредственно также за серию убийств. То есть теперь вначале мы получаем больше, но уже под конец, то есть когда у нас какой-то лютый стриг, уже будем получать больше. Ну точнее, если мы это снимем все дела. Теперь уменьшение перезарядок сочетается по закону убывающей полезности, это очень крутая тема, то есть у нас теперь можем взять спелл призму и окторин, и кд будет складываться только уже, допустим, с окторином до 25%, но спелл призма даст не 14%, а условно каких-нибудь 7, по закону убывающей полезности. Руны богатства перемещены из строек в основные леса, вот блин, надо карту чекать, поэтому давайте я тут лобби создам пока что. Так, и в принципе, что еще можно сказать, я могу сказать, что дота начала сильно лагать после патча, а у меня обычно дота никогда не лагала, не знаю, что я буду с этим делать, но потом уже разберусь. И также у нас что-то они с цветом сделали, как видите, у нас цвета какие-то более все блеклые стали, да. Так, давайте выдадим себе WTF Gold 99.9 и пойдем чекать все это дело, куда же они у нас, валы, подумали поместить рунки. Так, в тройках их нету, а где они? А вот они рядом теперь с салон-постом, за силу света здесь и за силу тьмы непосредственно вот здесь. Так, интересно, остались ли они на ривере у нас, ну давайте читать. Башня на сложных линиях теперь находится на 320 единиц дальше от своей базы, то есть немножечко вышки передвинули. Но вроде как все равно все равно смотрится более-менее в харде. Уже надо опять же это чекать на практике, отыгрывать большое количество игр. Когда герой воскреснет там в фонтане, он получит неуязвимость, если на его базе есть хоть один вражеский герой, но только до тех пор, пока ему не отдадут какой-либо приказ. То есть если мы резнулись и стоим АФК, то мы неуязвимы. Это вроде как плохо, потому что типа чел может стать АФК, но с другой стороны это и хорошо, потому что если вы решили встать АФК, враги не будут издеваться над вами, бегать под фонтаном и пытаться вас зафармить. Так что вроде бы это положительное изменение. Информация о золоте за убийство теперь показывает отдельную награду за убийство и бонус за нахождение в радиусе. В смысле? Так, я понял, окей, я понял, как это работает, то есть скорее всего, если бы... Ну короче, те, кто получили ассист, им будет писаться что-то свое, или же просто будет какая-то дополнительная надпись. Следующая способность теперь раскрывать невидимость жертвы на протяжении своего действия. Винтерс Кюрс, то есть Кюрса у нас теперь дает развед по инвизникам, а для меня это не очень хорошо, потому что 30-го левела Рики. Криминант теперь дает вижен также, раньше это был талант. Убить спирита, отцепенение от Берсерк, Рейдж. Это, кстати, я не помню, что за спелл. Шейкласс это у нас связка у Шимана. Левдрен это третий спелл у Леона. Дисмембер, Фортунэнс. Ну короче, тут в принципе множество спелов. Теперь они дают, это на самом деле круто. Потому что Глипнир, наверное, не очень, но ладно. Теперь класс атаки и защиты вражек. Ё-моё, что это такое? Теперь класс атаки и защиты выражены способностями. Сам Рон остается неизменным, за исключением ситуации крип против крипа и крип против башни. Я даже не понимаю, что это значит, но у меня есть предположение, что типа раньше у нас атаки были по вышкам, по героям и тому подобное, а сейчас, видимо, это выражено как-то способностями. Ну, так, ну-ка, подожди, давайте чекнем, давайте все это дело чекать. То есть у вышки появился новый спелл. Нет, у вышки спелов нету. Значит, что это за бред, я не знаю. А добавлена способность, пронзающая атака. Существа с ней наносят 150 урона существам, не являющиеся героями, но на 50 урона меньше существам со стандартной защитой. Так, окей, то есть, типа теперь крипов формить легче. Правильно понимаю. Добавлена способность, асадная единица, существа и постройки, с ней наносят 150 урон другими осадными единицами, а также получают на 50 урона меньше от героев и от 30 от остальных существ. Это типа для телег. Добавлена способность малой создания атаки таких существ наносят героям на 25 меньше урона. То есть, вот это надо смотреть, как работает, скорее всего, у всяких эдалонов и тому подобное изменили. Просто я даже не знаю, как это в лобби в теории чекать, поэтому извиняюсь, что не могу это вам показать. Способности понзающая атака, это понятно, нельзя перенять. Например, способность девауэром. Ну да, это, скорее всего, будет у новых нейтральных крипов, поэтому все это читали дальше, чтобы это все лучше понять. Все версии крипов магов имеют способность понзающая атака. Окей, я думаю, это можно скипнуть. Блоки, ликонтропы, эдалоны и анты больше не имеют обычный класс атаки, окей. Теперь у всех нейтральных крипов стандартный класс атаки мы изменили урон у большинства крипов, чтобы в итоге наносимый ему урон остался прежним, окей. Зачем мы тогда изменяли? Непонятно. Большинство нейтральных крипов, имевших понзающая класс атаки, получили способность понзающая атака. Прикольно. Имеющие класс атаки получили то же самое. Круто. Команда, выбившая нейтральный предмет, теперь видит его в тумане войны, пока его не подберут. Это очень хорошее изменение, потому что бывает, ты выбил нейтралку, пока бежал на баре там или еще где-то, и в итоге уже не помнишь, где он на карте валяется. Да и можно было также прятать нейтралки от союзников с них телом отдавать. Такое я в играх встречал, теперь так не сделать. Теперь каждые 7-5 минут нейтральные крипы становятся сильнее, их здоровье увеличивается на 30, броня атака на 0,5. Базово урон на 3, сквозь атаки на 5, золото за убийство растет отлично. Опыт за убийство также растет, то есть теперь властья крипов фармить еще круче. Дота, по-моему, с учетом того, какие там новые предметы, она походу замедляется у нас. Так происходит 30 раз, последнее усиление отлучается на 225-минучках крипов на линиях. Ничего себе, это 225-минут, и они все это прописали. Пожевала хотят сделать нереально долгую дотой. Базовый интервал так нейтральных крипов увеличен до 2 секунд, что компенсирует измененной базовой скорости атаки. Главное отличие, что заключается в том, что теперь нейтральные крипы не так сильно действуют. Замедление атаки. То есть медлал, типа на них менее эффективно, окей. Новый лагерь древних крипов, древний шиман льда и 2 древних порозных голема. Новый большой лагерь, 2 основных налетчика. Давайте смотреть на новых нейтралов. Первый это древний шиман льда, новый нейтральный крип. Слушайте, а я могу его как-то тут, не знаю, найти? Где он вообще спалится у нас? А, это не тут, не тут. Не тут. Не тут. Пока что, блин, не одно... А, вот, у нас новые елочки. Так, где елки у нас тут? Запомним это все дело. Чему меня дота лагает? Я не знаю, чувствуете, вы видите ли это на записи или нет, но я прям чувствую, что у меня с фпсами плохо. Еще мне не нравится новый цвет аккор. Что-то валвы прям не то наделали. А, вот и новые, кстати, элитные нейтралы, так сказать. Давайте читать. Дальний бой, дальность атаки 500. Здоровье и маны 1500 и 400. Так, но я думаю, это не очень интересно. Способности асербомб. Шиман льда швыряет ворожское существо. Бой или постройку бомбы, наносящую 50 урона в секунду. Она наносит постройкам 25 урона. Так, ну это в основном для тех, кто будет приручать из крипов, да, получается у нас. Древний морозный голем, тут ближний бой. Так, тоже самое. Тут у него аура, который меняет перезарядку и заклинание. Это, кстати, очень прикольно. Это прям очень круто. С основой налетчика. То есть это у нас две наши елочки. Давайте посмотрим, как они атакуют. Ну, прикольно. Это вроде не дисбалансный большой кемп, как это был раньше, когда их удаляли, как в помощь там были табилятовые драконы. Так, у нас тут шишки, что шишки имеются? Все эти крибы у нас были вовенчил лабиринтоганимовал, решили, видимо, чтобы модельки зря не пропадали, засунуть их как новых нейтралов. В принципе, прикольно. О, я щас меня щас там убьют, наверное. Так, в принципе, вот такие вот новые нейтралы. Это что, тоже новые нейтралы? Блядь, извините, ребят заговариваюсь, но у меня время уже очень позднее, поэтому извиняюсь. Так, у нас новые кобальды. Или это... А, нет, это... Это не новые кобальды, это просто переработаны все их статы. Спасибо, Валла, что это расписали. Спасибо, что нагрузили мне доту. Всем остальным читать это смысла нет. Ну, если я буду читать, не знаю, мне кажется, видоса часа на 2-3 выйдет. Или 4 даже. Так, вот новые предметы. Вас ждут новейшие предметы настолько мощные, что точно помогут склонить чашу весов в любой битве. Интересно. Ревенанс брошь. Собирается из Вичблейда, Мистикстафа и рецепт за 800 голды. То есть Вичблейд и Мистикстаф теперь в лейте можно объединить, это прикольно. Итог, 6200 золота, то есть новые предметы на лейт. 45 интеллекту, 40 скорости атаки, 8 байни, 300 скорости снарядов. Активная Фантом Провайн, следующие 5 атака владельца, значит магический урон и им нельзя промахнуться. Довольно прикольная тема на каких-нибудь магов по типу того же пака, да, или еще каких-нибудь дальников. Интересно. Позволяет атаковать без плотных существ, то есть в госте даже атаковать. Интересно, длительно, то есть теперь саппортом будет прям, наверное, очень тяжко. Длительность 15 секунд, расход ман 250, перезарядка 45 секунд. Окей, пассивная Вичблейд. Так, окей, пассивная Вичблейд, это старая. Рейспакт собирается из Владимира, поинт бустера и рецепт за 400 золота. Итог, 4200 золота. Не очень дорогой предмет, скорее всего, будет встречаться почаще. Пассивная Владимира Аура увеличивает вампиризм. Так, но Владимирки это старая аура, а активная призывает отем, который уменьшает весь урон врагов в радиусе 900 на 25% и наносит на 25 урона в секунду. Он способен передвигаться скоростью 150, но существует 25 секунд, его можно уничтожить за 5 атак или 10 атак крипов. Давайте купим, зачекаем. Что это такое? Где он у нас находится? Вот он. Надо впадать на это, покупать. Так, давайте его поставим, посмотрим, как это будет смотреться. Моделька, конечно, слабенькая. Многие вроде прикольно, то есть на кого-нибудь командного героя купил, поставил это в файте и даешь импакт. Интересно. Плюс еще и аура от Владимира Киоста. Бутс оф Биаринг. Собирается из Транквилов, барабанов и рецепт за 1500. Стоит 4125. Очень круто теперь на сопротов Транквилы, можно будет тапать в лачу. Это прям крутая тема. То же самое у нас пассивный хил есть, а тут активная действует на союзников в радиусе 1200, расходует заряд, чтобы увеличить их скорость атаки на 50. А ну это по сути просто драмы и Транквилы теперь в одном предмете. Никакой новой активки здесь нет. У Булстового у нас значительное изменение. Собирается теперь из Вудамаски, Кай и Солу Бустера. Так, это все было у нас. Активный блуд пакт превращает 30 в... Так, это тоже было... Зачем мы это продублировали? Расходы действия от текущего здоровья. Подожди, тебе разные активы. Что? А, понял, вот это было раньше, это сейчас. Теперь собирается из Солу Бустера, Вудамаски. То есть теперь стоит дешевле, и Кай там нет. Окей. На каком-нибудь шторме это будет послабее немножечко. Активный блуд пакт расходует 10% в текущем здоровье, чтобы на 6 секунд удавать вампиризм закляданием от этого предмета. По окончанию действия превращает уже долю нанесенного урона в ману. В следующие 40 секунд владелец утомлен, из-за чего он не получает эффекта от повторного времени этого предмета. Но опять же, трудно сказать, как это будет сработать. Мне кажется, предмет вообще из мета выпадет. Борс читает так. Что раньше мы очевидно не читаем, сейчас. Собирается из Белиск Никета, Клаймора и Войтстоуна. Стало дешевле на 300 голды. Активно запрещает выбор на цели использовать. Так, ну это в принципе осталось, как полагает, пишется значительное, потому что переработали им в сборке. Тут, соответственно, тоже сборка переработана. Маджикс, а нет, теперь вместо Хайперстоуна и рецепта, теперь Маджик Слэйр и рецепт. Интересно, теперь Маджик Слэйр тоже властья, можно будет что-то запыть, это, наверное, круто. На какой-нибудь спектре условный. Изверял. Что нового уизверил? Собираться из Каи, госкепетра и рецепт за 1000 голды. То есть теперь, да, теперь дает очень мало ловкости. То есть, чтобы вы понимали, раньше было 40, теперь 5. Очень интересно. Усиление мабиризма от заклинаний, урона способности увеличивается. Так, ну это, в общем-то, новая замена для магов. И активная та же самая осталась. Просто немного цифры поменяли. Днимшард у нас теперь покупается на 15-й минуте. Вот, кстати, могу сказать, что изменений новых особо нет. То есть, ну окей, 3 новых предмета, такое себе. Новые нейтралы, такое себе. Это все, типа, быстро надоест, и ты даже не успеешь подумать, о, вот этот новый контент, как это было с шардами, его нам хватит надолго. Так далее. Аркейн Блинк больше не уменьшает перезарядку. Прежде всего, тоже предмет заметный выпадет. Теперь дает 25 к уменьшению расхода маны и 20 к длительности отрицательных эффектов. То есть, теперь на кого-то шторма must have. Но вот на SF теперь билдить его первым айтемом не будут. Потеря здоровья в секунду увеличена с 40 до 45. Маленький юнер фарм лета, а то в последнее время он в игре зачистил. Блэдмейл. Стоимость рецепта уменьшена с 575 до 550. Золото общая стоимость уменьшилась с 2000 до... Короче, на 25 голды общая стоимость уменьшилась. Ну, микробаф, видимо, очень микро. По скорости при движении уменьшен. Очередной раз мета немножечко замедляется. Теперь также уменьшено время телепортации на одну секунду. Вот это круто, то, что травола вторые теперь быстрее применяются. Теперь у них есть значительное улучшение на втором, так сказать, левеле. Теперь заклинание снимает эффекты фонтана. Если владелец находится на возле него, то есть теперь боттл можно применить дополнительный только один раз. Если мы недавно покинули фонта. Короче, я понял. То есть теперь боттла нельзя обузить, да? Получается, намет сделать ТП, зарядить и тому подобное. Теперь это все не работает так. Теперь бонус от этого предмета увеличивается после 25-й минуты. Ну, наверное, слушайте, а в этом смысла особо нету. То есть, условно, не знаю, ты бегаешь на каком-нибудь коре. У тебя 25-й все равно, скорее всего, уже слота под брейсером не будет. Если будет, то он будет, условно, один. Да, и тебе особо не пригодится это. Ну, окей. Нулик теперь не дает урона от способностей. Теперь дает плюс 4 к уменьшению расхода мана. Довольно приятно, но мне кажется, нулик тоже из мета теперь выпадет. И у всех также предметов этих есть подваивание эффекта после 25-й минуты. У грифсов перезарядка уменьшена. Блокированный урон увеличен. Предмет немного апнули. Скорее всего, в играх будет встречаться почаще. Но, опять же, довольно слабо апп, мне кажется. Бонус к урону уменьшен у Дизоля с 55-ти до 50-ти. Теперь бонус к урону увеличивается на 2 каждые раз, когда под эффектом этого предмета умирает вражеский герой. Максимум 25 урона. Ой, а вот, слушайте, это очень приятно. То есть, во-первых, фармить с Дизолем будет легче. Во-вторых, в каком-нибудь файте против Руды, да, или, не знаю, Энигмы с Эдалонами, у нас будет заряжаться больше урона, Дизоль теперь станет сильнее. Это круто. И вот эти минус 5 урона вообще по сути никакой роли не сыграть. Барабаны. Теперь это заклинание можно использовать во время применения прерываемых способностей. То есть, условно, в каком-нибудь ульте от Вичдоктора можно поражать драмы. Правильное изменение. Такое, в принципе, барабаны такие должны были быть изначально. Досты. И теперь наносят 25 урона врагам на невидимость, которых раскрывает лоул. Что это такое? Забавно. Не знаю, зачем они вообще-то сделали. У диффузов изменен рецепт. Вот, опять же, кто не жалит, это 30-ый левел Рики. И для меня самое интересное. Это диффуза, монта, башер, непосредственно сам Рики. У диффузов есть изменения. К сожалению, никакого нового билда из них, как я ждал, не случилось. Но теперь изменен рецепт. Для сборки требуется саблэйтов лакрити, проба оффмэдж и рецепт за 1050 золота. Общая стоимость уменьшилась. Опа, это очень приятный баф диффузов. А вот уменьшение ловкости. Ну, на бонус к интеллекту без разницы, он особо не нужен был сжигание маны иллюзиями ближнего боя. Ну, иллюзии тоже вообще, в принципе, диффузов особый импакт не давали, только если на ком-нибудь пыли, да, и ноги. Ну, я именно прося говорю. Бонус к ловкости, вот уменьшится неприятно. Но и цена уменьшилась, так что, скорее всего, предмет станет посильнее. То есть, на Рики, ты теперь раньше билдишь диффуза, раньше начинаешь наводить грязь на мапе, это прикольно. В Скаде бонус ко всем атрибутам уменьшится с 25 до 22. Он бонус к здоровью увеличен, и бонус к мане также увеличен на 20 единиц. В целом, короче, особо их не тронули, просто статы немного переписали. У форса перезарядка уменьшена с 23 до 20 секунд. Это хорошо. Форсик атак часто покупали, а сейчас он еще и поприятнее. Что теперь у гема? Теперь предмет имеет активную способность, она скрывает невидимость в области радиусом 300 на расстоянии до 300, длительность 4 секунды, перезарядка 12 секунд. Не дает обзор области, показывает только невидимых существ и в Орды. Не понял. Так, я думаю, давайте уже на карте мы все зачекали, поэтому давайте уже это чекать в лобби, наверное. Берем его реки 30-го и будем смотреть, как это все работает, потому что я не совсем понимаю. Ой, как же меня бесит, что с дотой теперь такие траблы, и, скорее всего, это будет фиксить дня 2 где-то. Сейчас они получат патча радостные, не знаю, открывать шампанское, там будут чилить. Сейчас какие-то будут поломаны механики, дота будет сломана, я думаю, в ближайшие сутки двое. Ну, а, в принципе, в кайф, в чё, я сейчас не играю, я читаю просто почтного для вас, поэтому почему бы и нет. Так, смотрим, то есть вот у нас есть Рики, мы на него купим гем и заспавним вражеского героя, также непосредственно Рики. Спавним, даём им 30-й уровень и апаем ульту. Всё, у нас Рики скрылся, теперь... Справишься Рики? Гем теперь так же. Слушайте, а в чём смысл? То есть смысл просто ворды полить? Я не понимаю, немного. А, ну да, окей, смысл, скорее всего, просто сейчас ворды полить. Ну, окей, правильное изменение, на самом деле супер правильное изменение. Хорошо, что вы это сделали, потому что раньше гемтипа выкладывали, всё это, тему как-то придумывали, как это реализовать получше, чтобы псы не тратить, теперь просто активка есть, понял. Гост форм, перезарядка увеличена с 20 до 22 секунд, окей. Без разницы, я думаю, особо на это изменение. Гост так довольно редко покупали, только ситуативно. Сейчас он ещё и по слабее стал. У глимера бонус и потерянная магия увеличена с 45 до 50. Очень приятно об глимера, а глимер теперь стал ещё сильнее. Блин, я смотрю, сапов неплохо баф, но теперь сейф-предметов прям реально мастхэв. В фласке теперь длительность увеличена с 10 до 13, и лечение в секунду уменьшено с 40 до 30. Ну, в общем-то, с флаской у нас почти каждый патч такие танцы, то и время увеличивает, то уменьшает, хил то же самое. Поэтому тут особо... Ну, просто теперь генишься дольше, больше не знаю, крипов на линии потеряешь, пока фул отхилишься. У холи локет бонус к мане уменьшен с 325 до 300. Особо на предмете, думаю, не отразится. У худа бонус сопротивления магии уменьшен. С 20 до 18 барьер блокируемого урона увеличен. Это отлично. И расход мана уменьшен. Ну, худ тоже особо не изменился за счёт... Короче, два изменения компенсируют друг друга, и так в большинстве изменений в этом патче. У пики теперь перезарядка уменьшена с 20... Слушайте, пиздец, видос долгий будет, Гайсис, конечно. Но, я думаю, ничего страшного. Я думаю, вам это только в кайф. Надеюсь, по крайней мере, на это. У пики теперь перезарядка уменьшена с 23 до 20 секунд. Дальность применения на союзников увеличена с 550 до 650. Дальность применения на врагов увеличена с 400 до 450. Драганрич и дополнительная дальность атаки увеличена тоже хорошо. И в Хрикант Херст еще скорость толчка союзника увеличена до 1500. Очень приятные изменения у пики. Пика теперь стала довольно-таки сильная. И благо, никаких изменений и статов у него не было. Кая Саша Бонн с кровотеренимым эффектом уменьшена с 22 до 20%. Неприятно. Но, тем не менее, я предназначена будут покупать. У Метеора расход мана уменьшен со 125 до 100. Критический урон также уменьшен. Понерфили в целом у нас Метеор. Только вот радиус действия увеличили, но это, я думаю, особо тоже роли не сыграет. Нульфайр способность больше не проходит сквозь невосприимчивость к магии. Нульфайр способность больше не замедляет жертву. Способность больше не расходует ману. Размедло от Нульфайра особо не ощущалось. Расход маны также не особо ощущался. Но вот невосприимчивость к магии, точнее, я думаю, без разницы по большей части. Нульфайр тебе нужно, чтобы саппортов резать зачастую. Пайп оф инсайт. Бонус к сопротивлению магии увеличен. Так, но баф пайпы с 10 до 12% теперь больше сопротивление магии дает. Прикольно. У топорика уменьшена стоимость. Так же, как и общая стоимость бфа. Соответственно, дополнительный урон уменьшен. Теперь топорик слабее немножечко. Но, тем не менее, все равно его будут покупать на всех фармящих героев, я думаю. У радианса изменят рецепт. Теперь для сборки требуется Сакрит Релик. Талисманов, Эважен, общая стоимость увеличилась. А нет, уменьшилась так же на 50 голды. Теперь предмет можно разобрать. Я думаю, это прикольно. То есть, в каком-нибудь лете, разбираешь Радик и покупаешь какую-нибудь рапиру на алхимике. Интересно. Теперь дает 15% к уклонению. Уклонение раньше тоже было, беру на ослепление уменьшено. Уменьшено, точнее, то есть, в общем, теперь 25% от него уклонение. Ну, то есть, раньше, если было 17, по сути, аурой, да, то теперь именно по тебе будет больше уклонений. Теперь эту способность нельзя включить или выключить, когда владелец предмет находится вне игры. Например, под действием способности Disruption у Shadow Demons. Ну, это правильно тоже, опять же, правильно, что так сделали. К конску восстановлению мана уменьшена с 12 до 7. Президентка увеличена со 160 до 170. Ну, на рефрешера особо не отразится. Зачастую, если покупать рефрешеру, у тебя есть какой-нибудь актрины, либо еще что на уменьшение. И поэтому эти 10 секунд, да, неприятно, но роли особо не сыграют. Так, он сопротивление также уменьшен, как и у другой. Саши КМ на 2%. Президентка у Станик увеличилась на 5 секунд. Хороший у нерф Станика, потому что реально очень мало кодешилось. Стоимость рецепта увеличена в салу ринга на 25 голды. На 20 точнее. И в целом общая стоимость также возросла на 20. Блинк на ловкость больше не увеличивает урон и скорость атаки. Теперь дает плюс 35 к ловкости. То есть, а какой смысл его теперь сжать? Или типа ты его прожал и сейчас 35 к ловкости? Ну, по сути тоже, опять же. Если это так, то компенсируют друг друга два изменения. Нейтралок. Лопаты меньше здоровья. Тут, понятно, бонуский интеллект также уменьшен. Перезарядка уменьшена у... Тамблер Тоя. Бонус к броне увеличен. Бонус к урону уменьшен. Ну, окей. Теперь принят более такой защитный. Бонус к скорости передвижения уменьшен. У амулета у Аквилы бонус к урону уменьшен. С 7 до 3 довольно сильно нерф. Аквилы бонус к восстановлению маны уменьшен. На 0,5 единиц у эссенс ринга. У Гроф Боу бонус к скорости атаки увеличен. Но, не знаю, какие-то тут типа такие себе изменения. Они особо не отразятся на нейтралках. Давайте их скипнем, скорее всего. У энчат Кьювера урон 25 увеличили. Это приятно. Бонус к дальности усиления атаки уменьшен. Тут, в принципе, без разницы на этом. Кулдаун уменьшен теперь вместо 12 и 10. Значит, скорее всего, изменится и у Спелл Призмы. Да, тоже ослаблено уменьшение в процентное. Так, что у нас тут еще? Бонус к урону уменьшен. Почему-то везде режут урон и везде режут проценты. То есть, предмет становится чуть более слабее. Это, скорее всего, замедлит мету и дота станет более долгой. Ну, по крайней мере, я так думаю. Депалительная дальность атаки от ауры уменьшена. С 110 до 100 у телескопа. И также дальность заклинания от ауры уменьшена. В общем-то, одни нерфы какие-то выходят там. Блэст Рик. Предмет вообще почти не использовался в играх. Радиус срабатывания взрыва увеличен, поэтому его бафают немного. Но урон от взрыва порезали. Не знаю. Такое себе. Бонус к восстановлению взрыва увеличен на 5 единиц. Ласкетик Кэп. Бонус скорости атаки уменьшена у ливейлера. Неприятные изменения. Бонус к ловкости увеличен у Ninja Gear на 1 единичку. Удивительно. И бонус скорости передвижения увеличен также на 5 единиц. Тоже очень приятно. Теперь также дает 20 скорости атаки у нас Вич Бэйн. Тоже довольно хорошее изменение. Бонус ко всем атрибутам увеличен с 12 до 13. Не чувствуется особо. Фактический урон по стройкам увеличен. Фактический урон существам уменьшен. Довольно правильный нерф. Ну и также немного статы тут затронули. Теперь пиратская шапка дает плюс 15 скорости передвижения. Но она и так была сильная довольно таки. Это еще довольно приятный баф. Теперь действует только на героев у нас. Аркани Стармора. Довольно тоже правильно. Ибо я не знаю в каком-нибудь мосфайте много юнитов посторонних от героев. И тоже это все работало. Сейчас так не работает. Соответственно возвращение урона увеличено с 35 до 40. То есть предмет стал сильнее. Но блин. Сейчас ли у вас игры до 60 минуты доходит вопрос. И у нас начинается гирвай. Ну давайте читать. Первый абаддон. Прирост силы уменьшен. На 0,2 единицы базового становления мана увеличенного с 0 до 0,25. Изменено действие аганим шардок. Способности мискойл добавляется урон на атаке вместе со всеми ее эффектами. Также увеличивает базовое замедление от Curse of Avernus на 10 секунд. Точнее на 10 процентов. Ну кстати приятный баф. Приятный баф для абаддона Кора. Ну и соответственно замедление тоже очень приятно. В целом герой стал немножечко сильнее. Да по сути. И на лейнсаде и в лейте. Таланты переработали. 15 уровня. Бонус к урон. Точнее таланты 15 уровня. Бонус к урону. Лечение от мискойл уменьшено с 55 до 50. И радиус области применения мискойла на 25 левеле. Уменьшено с 500 до 400. Ну не особо интересно изменение талантов. У алхимика теперь увеличивает скорость передвижения на 5, 10, 15, 20 процентов время подготовки. Очень приятные изменения у колбы. Теперь взрыв носит урон вражеским крипам вокруг основной цели. Да, тоже интересные изменения. Но на крипов-то кидать его все равно по-прежнему нельзя. Поэтому против бруды, да, скорее какой-нибудь. Ancient Operation. Cold Fit теперь носит урон каждые 0,5 секунды. Не каждую секунду. Суммарно он остался прежним. То есть уменьшили его вдвое, но уменьшили и также вдвое, получается, интервал. Замедление изменено, соответственно, стало медленнее у нас. Замедляйтесь вортекс. И снижение сопротивления магии изменено с 12, 16 и 20 на 20... Точнее, на 16, 19, 22 и 25, соответственно. Снижение уменьшится на 17. Так, я думаю, эти цифры также озвучивать смысла нет. В целом просто героя немножечко сбалансировали. Но немножечко при этом его бафнули. Мейнером аппарата будет приятно. Но довольно такое, типа, незначительное изменение. Как у меня, Атланта, 20 уровня, бонус книжение сопротивления и замедления. То есть вортекс уменьшен с 6 до 5%. У антимаг базовая сила уменьшена. То есть теперь на линии этого еще больший крип. Теперь эффект способности от мана Брэкс складывается с сжиганием маны от примета Диффузл Блэйд. Неужели? Неужели они это сделали? Интересно, часто ли мы будем видеть антимага с Диффузлами? Я думаю, с нынешними этой дам. Теперь способность замедляет передвижение врагов на 10, 20, 30, 40%. Если атака сожгла ему всю ману. Упо, интересно, посмотрите, как это будет реализовано. Длительное замедление 0,75 секунд. Этот артефакт есть и у иллюзии. Точнее, этот эффект есть и у иллюзии. Вроде годная тема, то есть теперь у нас антимагу будет легче догонять каких-то целей. У арквардена прирост ловкости увеличен на 0,5 единиц. Урон у спарков также увеличен. Теперь копия носит половину урона атаками. Если отдалиться от своего создателя на расстояние более 200 единиц. Очень хороший нерф. То есть теперь, если чел сплитит иллюзией, во-первых, ему будет тяжелее сплитить. И тяжелее будет иллюзия где-то подловить далеко героя, убить. То есть теперь арку придется чуть-чуть поактивнее играть, а не с этим в кана базе. Скорее всего, из мета он немного выпадет, я думаю. Ну, либо же просто на нем новый плейстайл будет. Талант на 15 уровне 8 к броне заменен на 2 секунды действия флюкса. Скорее всего, талант будет мастхевный. И на 25 уровне вампиризм заменен на минус 50 от всех перезарядок у копии темп из дабол. А вот это уже интересно. Даже можно какой-нибудь, не знаю, метеор покупает на иллюзию. Ну, в целом, наркос, соответственно, чтобы на иллюзии кастовать побыстрее. Ими даст теперь очень много фарм дает, соответственно. У акса горелка теперь способность наносить физический урон. Теперь урон в секунду изменен, соответственно, уменьшен немножечко. Плюс... А, нет, подожди. А, то есть теперь чем мы дальше в лейт идем, тем больше урона от горелки. Приятненько, потому что лейтен остановился, согласитесь, достаточно бесполезный. Больше не увеличивает скорость передвижения героя. Ну, это не критичное изменение, я думаю. Теперь способность замедляет только врагов, отвернувшиеся от владельца. То есть, когда они убегают. И замедление также было изменено, теперь оно увеличено. На последних уровнях в два раза даже. Даже больше, чем в два раза. Теперь агоним шарт уменьшает урон, получаемый владельцем способности, а не показатель урона врагов. В итоге блэдмейл будет наносить полный урон, так как при возврате учитывается показатель урона атакующего. Окей, то есть, теперь мы получаем меньше урона. Чем больше крутанулись, скорее всего. Убийство враговского героя с помощью этой способности теперь навсегда увеличивает броню убийцы? Что? То есть, это типа как дуэль легионки? Слушайте, агс, по-моему, в мету у нас просто врывается с двух ног. Такими изменениями, это вроде бы круто. Посмотрим, как сейчас он будет в играх теперь виднется. Уличена теперь перезарядка, но это и понятно. Скорее всего, на него даже, мне кажется, сейчас актеринку это можно будет купить, не знаю. Расход маны также изменен, но это не критично. Дополнительная скорость передвижения изменена с 30% на 20, 25 и 30. Окей. Дополнительная скорость атаки изменена с 30 на 20, 30 и 40. Теперь способность сносить чисто урона проходит сквозь него, сприимчивость к магии. Очень сильное изменение. Теперь у акс вульта какая-то прям, ну, реально лютое. Теперь, считайте, мы накопили много брони. Кидаем горелку, щелс сгорает там заживо. Это вообще шок. Урон увеличен со 150, 250 и 300 до 250, 350 и 450, соответственно. Талант на 10 уровне, плюс 12 сопротивление магии, заменено на 20 к скорости передвижения. Скорее всего, мосхебный талант опять же будет. Талант на 12 уровне, 25 к скорости передвижения изменено. А, просто передвинули. Замедление от горелки будет еще больше. Куда еще больше не совсем понятно. Талант на 20 уровне, плюс 20 к здоровью в секунду заменено на плюс 1 броня за эффект Кулинг Блэйд. Очень приятный талант. Тоже, скорее всего, будет пикаться он ли он. Талант действует и на убийство, совершенное ранее. Ну да, очевидно. Как и с Пуджоу, в принципе. Талант, ну, при прокачке, соответственно, способности. Да и, в принципе... Подождите. Не совсем понятно. Подождите, а если, то есть, мы получили, соответственно, на первом левеле 1, а потом получили второй левел, то у нас первый увеличится? Сомневаюсь. Но вот с талантом увеличится. Так, что у нас тут? 150 к здоровью для убийства у Кулинг Блэйд заменено на 150 к урону и здоровье для убийства у Кулинг Блэйд. То есть, в плане, типа, еще сильнее стало, опять же. Талант на 25 уровне множестве броню. Кстати, получается, тут будет реальный выбор из двух талантов на 20. А на 25 уровне множество броню в Баттлхангер умножается на 2. Да, какая-то прям лютая имба из Акса выходит по предварительным данным. Инфибол у Бэйна больше не замедляет применение заклинаний. Теперь способность уменьшает дальность применения заклинаний на 30. Это очень полезное изменение, потому что сомневаюсь, что кому-то вообще помогало вот это замедление применения заклинаний. А вот уменьшение до Кастренжа, это имбова. Урон в секунду уменьшен, немного понерфили Бэйна, он был достаточно сильным. Талант на 25 уровне бонус к урону и лечению от Брэйнсапа увеличен со 150 до 200. Ну, вот такое. У Батрайдера базовая броня увеличена, изменил эффект агоним шарда. Флэйминг-флассо больше не применяет на владельца бессилия, каждая его атака накладывает один эффект стики напалм. Прикольно. Очень, кстати, сильно, по-моему, агоним. Флэймбрэйк, расход мана уменьшен со 110 до 120, так, ну тут понятно. Немножечко бафу этого так же, тут тоже расход мана уменьшили. Талант 10 уровня заменен на 5 урон заклинаний, заменен на 75 к радиусу напалма. То есть броня заменена на дальность отталкивания, по-моему, юзлесс. 15 уровень, 250 здоровья заменено на 10 при зарядке флэйминг-классоот. Супер талант, скорее всего, будет пикаться часто. Доп-урона от напалма заменено на 25 скорости передвижения. Тоже, скорее всего, будет пикаться, хотя, не знаю точно. 30 скорости передвижения заменено на 2 заряда флэймбрэйкер. Такой-се. И 20 сопротивления магии заменено на 6 доп-урона от стики напалма. Вот, скорее всего, вот это уже поприкольнее. То есть, опять же, тоже поменяли немножечко местами. Талант 25 уровня, минус 35 секунд флэйминг-классоот заменено на флэймбрэйкер, накладывая 2 эффекта стики напалма. Полный юзлесс. И в итоге, по-моему, батареалл лейте станет слабее. У бейсмастера базовый урон уменьшен на 2 единицы, то есть теперь лейнг стоит чуть тяжелее. И талант на 15 уровне, скорость передвижения заменена на 25 скорости передвижения. Контрольных существ. То есть тоже немножечко все это ослабили. Именно самого бейсмастера, по крайней мере. У блудсикера агнем скипетер дает новую способность Блудмист. Героя спускает кровь в радиусе стреля 50 вокруг себя. Каждую секунду получает чистый урон, составляющий 5% от всего максимального здоровья. Сдетые враги замедляются на 25% и получают урон, составляющий 5% от всего максимального здоровья. Когда эта способность активна, лечение от хёрст увеличено на 50%. Перезарядка 4 секунды, это способность нельзя выключить, пока она перезаряжается. Понятненько. Давайте чекнем, как это в игре смотрится, потому что все-таки новый спелл. Такое надо чекать. Такое надо однозначно чекать. Так, у нас все четко, запись идет. Проверил на всякий случай. Даем себе максимальный уровень, берем кого-нибудь, не знаю, гоним. И выглядит... Иконка, кстати, довольно-таки прикольная. Ох, ничего, мы с кровавой баню устраиваем. Почти прикольно. Только, как видите, мне больно. В течение 4 секунд, соответственно, офать мы ее не можем. Окей, понятненько. Но, блин, не знаю, мне кажется, прошлое огонь у него было прикольнее, и надо уже смотреть именно, как в семьях играх будет смотреться новый. Талант на 20-м уровне 400 здоровья заменено на 15-го эмпиризма заклинаниями. И талант на 25-м уровне изменено на 2 зарядные репчур. Под счет того, что у нас есть талантная рептура, огоним теперь на блудсикера, да и вообще, я думаю, блудсикер сейчас станет сильнее, если так подумать. У БХ скорость передвижения увеличена с 320 до 302... Блин, да... Все, я уж конкретно поплыл, походу, с этим патчем, ну ладно. Скорость передвижения увеличена с 320 до 325. Герой быстрее стал, перезарядка увеличена у Shadow Wolka. Не страшно, потому что по итогу она все равно 15 секунд становится. Талант на 10-го уровня плюс 2 секунды замедления от Shadow Wolka заменено на плюс 10% замедления от Shadow Wolka. Что, что, что? То есть теперь больше замедляем, но меньше длится, понял. У Бримастера. Применение способности теперь обливает алкоголем и владельца, но он не получает отрицательных эффектов. А зачем он тогда его обливает? Непонятно. Значительное изменение. Герой может менять стойку в зависимости от элементов, которые он управляет, и получает из-за этого пассивные бонусы. Бонусы сильнее, если герой облит алкоголь. А, ну вот, понятно, теперь зачем он может себя облить. Стойка бойца земли. Ну, типа, теперь переключаемый у нас или что? Давайте чекнем. Я вообще не знаю, есть ли смысл все это дело чекать, но я думаю, почему бы нет. Вот у нас Бримастер. То есть, что, как это... Да, теперь у нас, как видите, переключаемый у нас тут при переключении эффект такой прикольный. Человек просто безостановочно пьет. То есть, можно его набухать конкретно так, видимо. Окей, прикольно. Прикольно изменение. В крайней мере, визуально смотрится красивенько. Соответственно, стойки у нас тут есть броня, уклонения и шанс с критическими атаками наносить урон. Война пустоты с огнем шарда больше не принимает эффекта атаки героя. Теперь огнем шарда добавляет стойку бойца пустоты, плюс 20% к сопротивлению эффектам, и атаки замедляют врагов на 25%. На 2 секунды эффект Cinderbrew утраивает эти бонусы. Понятно. Планты на 25 уровне 90 критическому урону, заменено на горение от Cinderbrew. Накладывает страх теперь. Вроде много изменений. Мне кажется, герой в мета войдет, потому что вроде тут прикольно, и вроде теперь как бы на героя больше кнопок. Теперь, скорее всего, будет посильнее, а он от этого был не особо слабый. Поэтому, думаю, в мете теперь мы будем видеть его почаще. Брестал бэка. Базовая скорость передвижения увеличена. Прирост силы уменьшен. То есть герой будет менее жирный в лейте. На 0,4 аж целых уменьшен. Максимум эффектов у варпатча увеличено. Ну, приятный баф, но не критический для тех, кто будет играть против него. Талант на 10 уровне бонус к восстановлению манны уменьшен. Отлично. Бонус к вампиризму заклинаний уменьшен. Тоже полезный талант, потому что брист может собраться так и быть слишком неубиваемый. А это не норма. И чуть-чуть это все дело понерфили. И также бонус к урону за эффект варпатч увеличен с 4 до 25. А так как максимум 10, то есть это на 10 единиц в целом увеличится. У бруде. Я не знаю, что это. Какие-то сложные слова. Сорри, я такого не знаю. Спавн с... Это что у нас тут? Бруда не переведена в целом или что? Так, ну в принципе, паучков у нас немножечко апнули, да, получается? Да, в целом у паучков ап, как я понимаю. Талант на 10 уровне плюс 10 к ловкости заменено на 3 максимум паутины у спинвеба. Не влияет на максимум зарядов. Прикольно. Прикольно, да. Талант на 15 уровне плюс 3 скорости атаки заменено на 16 к ловкости. Окей, тоже полезно. И талант на 20 уровне плюс 50 к урон пучков по паучков заменено на 15 к замедлению от Шакен Соло. Что такое Шакен Соло? Это новый спел на ней, который я не знаю. Просто бруду я не знаю, абсолютно никогда не пипел. Да, это у третьего спела изменения, очевидно. Ну, по-моему, чуть-чуть посильнее стала брутка у нас. У кентавра прирост силы уменьшен с 4 и 6 до 4. Так, подождите, а вот у бруды аганим новый или нет? Потому что я же видос сделал, да, со сливами псевдов. А, нет, это не переработали. То есть, по сути, валы просто что-то поломали на самом сайте. Ну, получается, гайс видос был фейковый. Извиняюсь. Так, переходим к кентавру. Прирост силы уменьшен с 4 и 6 до 4. То есть, герой опять же станет немного потоньше в лоте. Базовая броня увеличена на 1. Окей. Урон увеличен. Теперь применение с аганимом шарт сначала увеличивать силу, а уже зачем наносит урон. Опа, это, кстати, сильно. Это очень сильно. Снижение урона с скиптером ослаблено. Теперь аганим скиптером накладывает на врагов эффект привязки до окончания замедления. По-моему, кентавра немного баф. Навида, ему, конечно, немного уменьшили прирост силы, но в целом герой, по-моему, стал сильнее. В 15 уровне плюс 5 бронезамене, но на 15 силе. Бонус от релатив уменьшен с 50 до 45 непосредственно. Теперь способность наносит крипам в полтора раза больше урона. То есть, формить началось и теперь легче. Бон скорости передвижения у Чена увеличена довольно-таки сильно. У Холли Перс Сусейшн. Я уже все, я в третий раз говорю, что я абсолютно плыву, но я уже даже букву не вижу толком. Хэнда в год. Кличение уменьшено. Теперь применение способности также восстанавливает 30-дерогих секунд на протяжении 10 секунд. Слушайте, а Чечена вообще не тронули? Он же и так мертвый был. И сильнее я, по-моему, не стал. Странно. 25 к урону... Точнее, на 25 уровне таланта у нас 280 к лечению от Хэнда в год. Заменено на плюс 200, плюс 10 к начальному и периодическому лечению от Хэнда в год. А, ну окей. То есть, в целом, в теории 10 секунд с регеном 50. Это сильно, по-моему, да? То есть, в мэйбе герой станет и чуть более пикабельным даже. У Клингза у нас длительность уменьшена у Бёрнинг Борэджа. На 0,2 секунды тут в целом. А количество не изменилось. То есть, быстрее будем выкидывать стрелы, соответственно. На 10 уровне у нас талант плюс ман-ореген заменен на 20 к урону. Это круто. На 10 уровне сопротивление магии заменено на 3 секунды передрядки Селитон Волк. Тоже хороший талант. В 30 уровне, соответственно, 15 к урону убирают 30 к урону. И заменяют на датчпак, крадет способность крипа. Только крадет только первую по счету способности. Это прикольно. Это, слушайте, это прям круто, на самом деле. Я бы сказал, что это очень сильное изменение. Так, что у нас тут? Минус 5 секунд перезарядки Селитон Волк заменено на 25 к дополнительному здоровью от датчпакта. То есть, теперь можно на кликсе максимально быть непробиваемой, да? На 25 уровне, соответственно, убран талант на здоровье и урон. И заменен на 25 к урону. То есть, в итоге мы просто теперь за 15-20, точнее, 25-й левел получаем все эти приросты, которые больше на 5%, да? Ну, прикольно, наверное. Хотя, блин, на 15-м тут выбор, да? У нас либо украсть способность, либо отмытленное хп. А талант на 20-м уровне. Плюс 100 к урону от Рокет Флеера заменено на привязку существ внутри шестерней от Повар Кокс. Ну, просто изменение одного Атлантика, да? У Цемки у нас замедление атаки увеличено. С 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-ти. Немного бафа на лицемку получается. И теперь восстанавливает маны всем суденникам в радиусе каждый раз, когда владеть тебя меняет способность. Ну, что у него по перезарядке? Теперь давайте чё к ним. То есть, Цемка теперь по карте не дает хил на мана, но в целом, как на лайне и файтах, она стала посильнее. Восстановление маны. В смысле, как это работает? Вот почему ничего не написано? То есть, я ее должен применять, да, как-то? Я не могу применять. А что я должен применять, чтобы был хил? Я что-то не так увидел? Аркейна Аура. Разреклывались. А, всё, я понял. То есть, мы типа... Всё, всё. До Перла, ребята. До Перла, до Деда. То есть, прожимаем кнопку, у нас маны реген происходит. Окей, круто. Ну, блин, по-моему, аура теперь стала послабее. Талант 10 уровня, бонус к здоровью увеличен с 200 до 250. Талант на 15 уровне, аура увеличивает сопротивление магии на 6%, заменено на 20 маны за способность Аркейна Аура. Ну, с талантом это будет посильнее, но в целом, блин, цемка была приятна тем, что у тебя просто повышенный маны реген на любом коре, ты с учащей кнопкой жмёшь, да, и тому подобное. У Драксиро сила изменена с 20 на... с 20 плюс 3.1, 22 плюс 2.6, переростный интеллект уменьшен, так же немножечко. Не думаю, что критично, длительность изменена. То есть, в итоге, длительность ещё больше, но вначале он послабее, это хорошо. Бонус глиденности от аганим скипетера уменьшен с 20 до 15. Правильно, теперь способность можно применять на крипов слэш-героев. А, что? А, я понял, это скорее всего на Медведя, потому что у Лондруида на Медведя щасок не кидался. А Медведь Лондруида, по-моему, был единственный юнит такой. Почему был пирскрипов-героев, а не на Медведя, непонятно. Время жизни иллюзии уменьшено с 8 до 6 секунд. Тоже окей, тоже приятный нерф. Потому что Драксиро иногда мог очень неприятно делать этими кнопками. Базовое восстановление здоровья увеличено у Драквилла на 0,25. Оцепенение у нас теперь наносит 50 урона каждые 0,5 секунд на всех уровнях. Суммарно урон изменился. То есть увеличился, да, немного. Вначале уменьшился, но по итогу увеличился на 10 единиц. Теперь оцепенение этой способности раскрывает невидимые жертвы. Окей, это мы уже видели. Добавлена задержка 0,3 секунды перед активацией. Аганим шарт больше не уменьшает перезарядку на 2 секунды. Время на один оборот вокруг владельца уменьшено. Урон уменьшен. То есть теперь крутится больше. Интересно, по ДПС это как будет влиять. Так, окей, то что огнем шарт больше не уменьшает перезарядку. Это тоже, наверное, хорошо. И задержка в 0,3 секунды перед активацией тоже хорошо. Потому что Драквилла раньше с Юла могла нажать даже в тучке. То есть даже в тучке от Рики она могла нажать с Юла Шаду Реалом. Это, скорее всего, был багом. И теперь так уже не реализовать. Талант 15 уровня. Бонус к урону от Бедлам уменьшен с 32 до 30. И на 25 уровне бон скорости атаки уменьшен со 110 до 100. Окей, ну, вроде бы немного ее и апнули. Но при этом и нерфы есть. Весь игрой просто забалансили немножечко. Меня бесит, что Дота лагает. Балл вы все сломали. Расход маны увеличен у домбрейкера первого спала. Расход маны увеличен с 80 до 100. Радиус взмахов уменьшен с 360 до 300. Радиус ударов по земле увеличен с 250 до 300. Дополнительный урон взмахов увеличен. Дополнительный урон от удара по земле уменьшен. Перегоним шар также дает свободное перемещение при применении способности. Наменяет направление взмахов и ударов по-прежнему нельзя. Окей, понятно, прикольно. В целом, опять же, что-то порезали, что-то бафнули. Все друг друга компенсирует. По-моему, особо на спеле это не отразится. Радиус снаряда и огненного следа увеличен с 150 до 200. Радиус снаряда при возврате уменьшен с 250 до 200. То есть, опять же, вроде как компенсирует. Доль лечения от нанесенного урона увеличен с 35 до 50. Это приятный баф. Талант 10 уровня, точнее, талант 10 уровня, плюс 30 до 2 урона от взмахов изменен с 25 до 2 урона. И 15 уровня босс критическому урона увеличена с 40 до 20, точнее до 50. Окей. Окей. Да, значит, теперь у героя 2 ульта. Кто? 2 ульта. Такое бывает. Гуджужу и Бэджужу изменен. Не на улучшение от агнем скиптера. Теперь способность Гуджужу также снимает владельцы все перезарядки предметов на 50%. Можно применять на союзника, чтобы перезарядить все его предметы. Ничего себе. Перезарядка с 80 секунд. Это и на рефрешер работает. То есть на зевсе можно достануть в теории 4 ульта с рефрешер шардом. Звучит очень по словам у нас, если честно. Перезарядка расход мана 250. Перезарядка уменьшена. Так, тут понятно. Теперь способность усиливать лечение, получаемое целью. Это очень круто. То есть теперь под крестом легче выхиличало. Расход мана уменьшен. И перезарядка тоже была в целом увеличена немножечко у Шадоу Уэйва. Пассивная способность у первой нашей ульты. У нас их теперь видимо 2. Когда ее владелец применяет одну способность перезарядки. Всех остальных уменьшается на 1.1.5-2 секунды. То есть вайте мы спамим с полами и уменьшаем кд союзником. По-моему дазл сейчас стал очень сильным, если честно. Значительные изменения способности героя временно увеличивают, уменьшают броню союзников. Врагов, на которых они подействовали. Это было. Эта способность можно активировать, чтобы за каждый эффект излечить союзником неподалеку. Ага. Послушайте, очень сильный дазл. По-моему он теперь и в миде будет каком-нибудь сильный. И как саппорт это, по-моему сейчас самый сломанный саппорт на этот момент, мне кажется. 15 уровня таланта 20 силе и заменено на 50 лечения урона от Шадоу Уэйва. Спирит сифон. Время до срабатывания страха от Аганимшарта уменьшена с 4 до 3 секунд. Окей. Ну, такое маленькое изменение. У дезераптора урон за удары уменьшен, то есть на лайн дезераптор станет слабее. Это хорошо, потому что очень сильный был сапп на лайне. Аганимшарт больше не позволяет применять способность на союзников. Теперь он дает 7 союзникам в радиусе 450-го круга жертвы, 50 в скорости атаки, 25 в скорости передвижения, длительность полторы секунды. Окей, тоже неплохое, наверное, изменение. Дезераптору теперь просто придется быть в гуще событий. У глимса расход мана увеличен, точнее уменьшен, но по итогу это становится так же соткой. Перезарядка уменьшена. Ага, то есть на лайн теперь он посильнее немножечко. Крайне мере этот спелл, а в целом дезераптор, мне кажется, будет по слабее. У девауэр дополнительное золото уменьшено. Теперь дает владельцу плюс 1, 3, 5, 7 грани на время переваривания крипа. То есть 5G лайн стоять легче теперь. Урон от горения изменен. И в целом его у нас стало... Ну, опять же, по-моему, все друг другу компенсируют. Расход мана... Ну, просто переработаны цифры с чем-то. Расход мана уменьшен со 150, 200, 250. Это приятное изменение, это приятно. Что, на думе теперь побольше мана будет. Вот. Следующий герой у нас ДК. У ДК у нас... Раскипали ДК случайно. Урон изменен с 90, 170, 240, 300. То есть немножечко его увеличили у нас под конец. Урон в секунду увеличен у фаербола с 65 до 80. Слушайте, блин, вот патч вроде читаешь, особо ничего нового нету. Просто какие-то нерфы микротические, да, и тому подобное. Талант 20-го уровня, бонус к дальности атаки в облике дракона увеличен. Талант 25-го уровня, радиус области применения Драгонтейл увеличен. Соответственно, герои немножечко бафнули. Базовая сила уменьшена с 18 до 16. Умножитель дальности атаки уменьшен с 2 до 1,5. Стоит вот дельство способности плюс 10 скорости передвижения на 3, 4, 5, 6 секунд. У Гаста очень сильное изменение, то есть дровка станет посильнее. То, что базовая сила уменьшилась, не страшно. У тебя на ней и так хп нету, а так будет еще меньше. Ну и ладно. Множитель дальности атаки уменьшен. Это тоже, по сути, не критично. А вот у Гаста теперь Гаста очень приятное изменение. Покинул Гаст, ты начинаешь убегать. У земели прирост силы уменьшен. Базовое восстановление здоровья увеличено. Урон увеличен с... Так, тут понятно. Дальность прироста существа увеличена также. Задержка перед применением убрана. Окей, по-моему, герои немножечко все-таки бафают. Задержка перед применением убрана также. Опять же, расход маны увеличен. Задержка уменьшена скоростью... То есть у нас задержка перед применением убрана, но задержка при этом еще и уменьшена. Хорошо. Скорость увеличена с 800 до 1000. Множитель скорости с копией уменьшена с 2 до... одной из шести урон изменен на показатель сил в этой способности то есть по моему земель остал пока силен сильнее точнее по этим двум изменениям задержка перед применением о магнете гриппа увеличена с 0 0 1 до 0 1 секунды расход мана уменьшен задержка при применении магнитаза увеличена с 0 1 до 0.2 окей далее применение увеличено у ремнантов у нас на 50 единиц и также на союзников на 500 появилась видимо у шейкера талантно метаться только был переработан 25 скорость передвижения заменено на 50 дополнительному урона вот энчин тотем приятная тема базовое восстановление мана увеличена с 0 до 0 25 добавленного новая способность movie astral spirit она действует при изучении стал спирит и позволяет отдавать приказ куда переместиться социальному духу действует также как если бы выбрали дух и показали ему передвигаться то есть теперь меньше микроконтроля будет на этом герое взятом уровне бонус скорости атаки увеличена с 20 до 25 на 10 уровне на скорость передвижения заменено на плюс 2 к скорости за героя от остров спирит окей ну попроще стала дар сам по себе эмберу на следующий идет больше не наносит уменьшен урон крипом это очень хорошо оформить намного легче при зарядка уменьшена ну поэтому конечно она опять остается такой же запутан урон по героям изменен чуть его порезали но вначале теперь стал сильнее слушать по моим предпередатель лайнер и выформить предметы легче играть целом станет сильнее теперь получать 70 процентов от получаем магического урона и здоровье счета уменьшена да окей это понятно задержка при применением увеличена с 0 до 0 1 секунды не знак сыгна быстрей к игре смотрятся а что вроде бы не думаю что ощутиться он десятого уровня бонус-здоровье счета своим guard уменьшена 280 до 200 вы не чипер с ловкость увеличен расход мана уменьшена импетусов и переносит крипом и людям двое больше урона окей круто расход ману у светлячков уменьшен также то есть тоже немножечко бафнули у энигмы идолон теперь сковор с поворота увеличена задержка перед атакой уменьшена и дальность атаки идолонов увеличена то есть идолонов бафнули у меня от пульса урон способности зависит от текущего здоровья урон секунду изменен раньше было от максимально до теперь от текущего ну и в принципе его бафнули поэтому опять же думаю особо не отразится радиус притягивания от огнем шарда уменьшен тоже без разницы и дало на фабрине массой посильнее войда я же немного ждал изменений на войда но тут как видите валу разгулялись по крупному базовое восстановление здоровья увеличена кейл стоять на один пациенте к возможно будет полегче у сока изменилась у грим срок точнее изменили перспел уменьшили базовый урон дополнительный урон за врага увеличили задержка перед применением уменьшена и скорость снаряда уменьшена то есть скорее всего спел станет немного посильнее за счет но если вы выкидаете в каких-то скопления до героев то есть санит немножко посильнее ну и задержка то что нам тоже приятно у гирокоптера урона ракетки изменен был немного увеличен длительность оглушения уменьшена по итогу опять становится три секунды конец точнее на частотном уровне без зарядка изменена с 4 22 20 18 на 20 секунд это приятно тоже немного баф на гирыча скорость изначального снаряда увеличена с 1800 до 2100 бонус к дальности применения заклинания больше не учитывается дважды сильный шанс уклонения изменен с 8 окей но не особо чувствую что ее как-то затронули думаю не изменится особо двадцатом уровне снижения брони атаки усилена шип шутер сквозь не освещаясь к магии заменено на плюс 135 к радиусу ваш вак узк у хускара уменьшена сила окей но совсем чуть уменьшена и бесер год теперь способность дает бонус к определению маги который увеличивается с уменьшением здоровья так надо изучить это остальные типа прошлые статы остались если дата кускар очень сильно стал это еще на опять метах узкара да у нас теперь ё-моё у нас теперь сопротивление магии и по регент и хвост таки он герасиль не стал у инвокером скорость передвижения увеличена скорость передвижения за сферу уменьшена окей расход ману увеличена 60 до 100 расход ману уменьшен у стеночки джене брони за атаку изменено увеличивается сучение способности экзор то есть окей по итогу он станет сильнее ведь срайк максимальное снижение изменено с 20 брони на 20 эффекта в итоге максимальное движение изменилось с 20 на 30 при максимальном у нас экзорте то есть владельцы способности гос волком изменена немного стал помедленнее танк на сто 15 уровня снижение брони заменено на скорость атаки духов окей но это кстати вроде сильно я не знаю сейчас на тут надо уже у бои нбосика спрашивать мозг урон и скорость атаки от аллакрити уменьшен и множитель эффектов активных сфер увеличен с 2 и 5 до 3 но инвокера по моему особо не коснулась я не думаю что игрой станет сильно сильнее или сильно слабее изменено улучшение у виспад аганим шарда пассивно увеличивает в империи заклинаниями на 10 увеличивает на 10 дополнительный урон заклинания способности overcharge на время действия владелец делится с целью тизе своим империзмом заклинаниями это круто множители восстановления изменен по итогу и уменьшился немножечко теперь огонь и шарт точнее огонь и скипитер добавляет замедление урарских героев написал с процентов когда с ними сталкивается дух это хорошо overcharge и перезарядка увеличена дополнительный урон заклинаний уменьшен на 10 уровне у нас присоединиться к урону заменено на 15 урона от атаку цель и тизер на 15 уровне у нас 15 вампиризма заклинанием заменено на 6 дополнительной скорости передвижения тут теста максимальной дальности заменено на 45 60 урона герою героем точнее спирит заменено на 02 к восстановлению от максимального здоровья 900 здоровья заменено на 400 здоровью цель и тизе но тут опять же что нам на практике смотреть такое трудно сказать как от сходу отразится на успе по крайней мере мне потому что меня на нем игр почти вообще нет и уже реально будем сеть ближе патчем также кира наш очень сильный герой как его по нерфе лим как вас затронули базовая сила уменьшена такие перезарядка увеличена длительность оглушения увеличена также но на 4 левле опять же остается неизменно теперь наносит урон не 11 10 раз длительность осталось прежней перезарядка уменьшена вначале стал немного еще посильнее задержка предприменением уменьшена но по моему джекер опять каким же сильным остается типа не думаю что вот это изменение дуал бриза сильно повлияет у джаггера расход маны у варда уменьшен приятненько то есть теперь в теории в лесу даже можно подмаксить немножечко перезарядка уменьшена со 140 до 130 тоже приятный баф ульты на 10 секунд нас там уровня на скорость атаки замена на одну секунду здесь и будет фьюри такое место варенье теперь получаем 40 вампиризм от blade dance а это открыто это очень интала по моему и на двадцатом уровне было скоро но урону секунду от байдфюри уменьшен со 160 до 150 окей извиняюсь говорить ну опять же вроде немножечко его как-то забалансили сделали поприятнее чуть у котла у нас у или меня и иллюмина это ширина волны увеличена с 370 до 400 задержка предприменением урона максимальная дальность обзора увеличена у спиритформа перезарядка уменьшена и у блогин клайта длительность толчка увеличена с на 4 до 0 8 секунд то есть немножечко тоже катал нас бафнули у кунки дальность применения креста увеличена но по итогу опять же 1000 на 4 левеле перезарядка увеличена также опять же перезарядка по итогу за секунд то есть особо на кунки никак не отразится только начальной стадии станет немножко потруднее нас уровня 16 ксили заменено на x марк спот изменяет скорость на 25 ускоряет передвижение сынников а за цель приятного это вроде как приятно легион команды изменено улучшение тренировать герой получает 4 бронет с каждой грозы где-то способностью релос от и 0 5 время за каждого крипа увеличивает длительность эффекта в лиминг от на 8 секунд окей теперь шарт у нее помойный базовый урон изменен то есть немного увеличился и тут опять же тоже увеличение присутствует 20 уровне скорость передвижения заменено на так по области то есть теперь раньше это у нас талант вместо 25 съехал на 20 только радиус уменьшился и тут а нет вот и принципе талант 25 только он теперь на 25 то есть лего вначале станет немножечко послабее уже медовое лего смотрится не так круто пули широка базовый урон увеличена 3 единицы больше не прекращает действовать если владелец стал не воспринчивать магии данная способность это по моему его гоним либо шарт улича базовая ловкость увеличена прирост интеллекта уменьшен скорость поворота увеличена крисе то есть была у нас по итогу увеличена измедление щиток теперь носит урон измедляя спустя налетную секунду после применения суммарного урона длительность изменилась и расход маны у чайника был уменьшен с 200 0 или часа 7 чуть-чуть затронули той же опять же то есть не думаешь сильно играет отразится он перезарядка реджи увеличена на гуле сложнее теперь line стоять дожертвовать способности наносит 500 урона и эффекта же применяется на случайном врага в радиусе 700 в первую очередь на героев это у нас получается у замедла длительность уменьшена с 8 до 7 секунд вроде бы сильно вроде бы сильно но опять же гуля в мете я думаю не появится связи с этим изменила улучшение от аганим шар до заклинания героя наносит на 10 урона больше с каждый эффект fire soul максим эффектов максимум и йомы это что такое максим эффектов увеличен с 3 до 7 длительность одного эффекта увеличена скорость перерывения за эффект уменьшена а ну понятно интересно как-то будет на линии смотреться за теперь нам надо вообще кастовать безостановочные очень много и теперь если мы потеряли ну то есть раньше мы теряем три эффекта не критично 7 эффектов потеряли это уже критично надо бы посчитать как это все будет смотреться уже когда full и стиме будет ли это больше чем было раньше талант на высотом уровне бонск ускорению за эффект уменьшен она и все равно остается бонус за эффект так что вроде бы лина смотрится сильно у лена расход мана уменьшена двухста четырех сто двадцати 650 до 200 460 там и зарядка с агоним скипетром уменьшена со 160 20 до 80 50 20 секунд андрей теперь просто раскрывать невидимых существ окей у друида тут непереведенный медведь так тут у нас реки лет редюсят немножечко бафнули медведя по моему из этих изменений я просто сейчас окончательно седу с ума если будут пытаться перевести теперь герои и дух медведь делятся доли своей брони придавать другу процентаж своих значений теперь смесь процессе применения способности не отправит ее на перезарядку это правильно это круто вроде бы до ландры стал немного посильнее луны теперь применение способности с огнем шардом бьет по ближайшему крипу из поблизости нет героев нормально 15 уровне уменьшения перезарядки люсин бим ослаблено трех с трех и пяти до трех уменьшение перезарядки клипса усилена и неограниченная дальность действия лунар бейсинг заменена на 20 к обзору ночью и неограниченная дальность лунар бейсинг соответственно то есть теперь еще доп на ночной вижен у люка на дополнительный урон уменьшен у пассивочки течение у пассивки а у того спала длительность ульты уменьшена на три секунды тонн десятого уровня бонус корона волков уменьшен 10 дров в секунду заменено на 20 снижение урон так у хауля и бонус к шансу крита от шип шифт ослаблен с 32 до 30 процентов соответственно по моему люка на понерфили теперь герой станет послабее изменено улучшение у магнуса уже куэйва теперь увеличивает радиус волны на 50 и и дальность на 150 после полутора секунд она взрывается снижая броню и скорость передвижения врага на 50 процентов из 5 секунд в течение этого времени враняя скорость постепенно восстанавливаться ланта на двадцатом уровне у нас плюс 350 здоровья заменено на 125 урону от шаг вы его марсе добавлено улучшение от агоним скипетра уменьшает перезарядку способности анлиш на 10 секунд пока она действует применяя не других способностей от пульсации так немножко не получил значит уменьшает призраку способности это понятно пока она действует применение других способностей от пульсацию окей это слабо по моему это очень слабо это чтобы понимали агоним они шат мы для гоним это прям реально это очень слабо добавлено улучшение загоним шар добавляет способность репаут автоматическое применение когда она включена героя не отпрыгивает от цели а бросать ее выбранную точку прикольно особенность больше нельзя применять на врагов в бон скорости это тоже хорошо вон скорости передвижения для союзников увеличен то есть теперь марсе более такая сопротивляющая стала урон пульсации уменьшен ну и в принципе ганги теперь они такие неприятные он пульсации соответственно уменьшенный по сути огонь еще более ужасно становится вал в огромное спасибо хотя в принципе тут пульсации 150 мэйби да но мне кажется на огонь какой-то из основания просил увеличен 3 и 4 до 3 и 7 у марса то есть марс стал посильнее перезарядку увеличена урон копии уменьшен через те на арену больше нельзя перелететь или перепрыгнуть то есть теперь только через бкб выходить из арены это правильно расход мана уменьшена у нас у медузы у ее змейки не вижу опять же смысл этом изменение теперь способность колду блата теперь способность выкладывает включается эффектом истощения а раньше видимо нет хотя эта пассивка это способный больше не срабатывает существ находящихся на расстоянии более 200 2000 единиц на пятнадцатом уровне 15 урон замененного 2 скорости атаки нас к уклонению заменено на 05 к урону на единицу ману ман шилд а 3 скорости атаки заменено на снижение урона сплит шут и получение мана от миссис нека заменено на два к числу скачков у мистик сны по моему двадцатым довольно плохое мнение таланта уме по у нас бонусы к атрибутам от предмета повар трейд больше не учитывается дважды для клонов бонус к атрибутам за уровень больше не учиться дважды за клон то есть у нас клоны стабе стали или что по-моему да окно и соответственно сами клоны так еще и по еще и просила был уменьшен а нет увеличена кей расход маны с огоньевым шардом уменьшен со 100 до восемьдесят пяти теперь пассивный от 5 10 15 причине магии героев клоном это приятный баф шарт филинг мана cost reduce то есть уменьшили немножечко ману а это просто дублируется отлично перевод спасибо исход мана уменьшен расход мана уменьшен также и у дига перезарядка увеличена восстановление здоровья увеличена 40 до 60 процентов план десятого уровня 2 за базовым урон заменено на плюс риск урона от пуфа 40 урон от пуфа заменено на атаки без промахов жертвам из хибин вот это очень хорошо с точки мне кажется не постал сильнее то есть теперь ты ситуативно против он тонко берешь талант на 15 на таки без промахов берем вот ну по моему мне послал сильнее возможно чаще его будем видеть ловкость у мир она изменена с 18 плюс 37 на 24 плюс 34 базовая броня уменьшена на один базовая скорость атаки уменьшена со 115 до 110 базовый урон уменьшен с 27 до 32 а сейчас 27 до 32 до 24 30 начальный средний урон увеличился на три с половиной то есть по моему немножко ее понерфили все-таки расход мана уменьшен и изменено улучшение от огнем шарда добавляет один заряд способности либо в конечной точке прыжка герой наносит 50 урона врагам конусовидной области перед собой измедляет их то есть это как у бабки конусовидное измедляет их на 30 процентов замедления длится 2 и 5 секунды длина конусовидной области 500 единиц непонятно вот честно скажу непонятно по моему мирану немножечко тебя у него ловкость теперь больше но прирост меньше не но опять же миран тоже надо смотреть по играм уже непосредственно monkey king радиус обзора с деревьев уменьшен а теперь огонь и скипитер дает каждому солдат способность джунга мастери со своим отдельным счетчиком это круто теперь огонь им стал сильнее намного у морфа реворк скипитер реплей стил с 20 процентов фич старт from the place of hero воруем 20 процентов статов короче если реплика героя так ну короче в целом аганим стал у него сильнее он теперь не такой бесполезный и менее ситуативный то есть более такой на верочку так сказать у ноги репетает урон изменил с 30 45 60 75 соответственно то есть немножечко оставили больше не срабатывает случайно каждую пятую атаку владеть способности или его иллюзии то есть теперь и в скорость атаки на ноги тоже желательно бы выходить вам прикольно изменения на 10 уровня блин это на самом деле суперская изменю от его сейчас проанализировал то что теперь вместо рандома у нас каждую пятую атаку там 10 уровня 8 к ловкости заменено 20 урона 3 взлетает отлично 12 шанс срабатывания питать заменено на минус 1 атака да теперь репетает по моему очень конченый спел на группам станет очень сильный у фурион скорость поворота увеличена расход маны ой все ребята я уже из этих буковок ничего толком не вижу я устал у фуры расход маны изменился 130 40 140 смеси со 60 на 150 базовый урон антов уменьшен расход ну теперь же сочетайте не забываем про те формулы всякие про рубающие атаки или как они новые то у нас так что уже опять же надо смотри как будет в играх расход маны ульты улучшен и таланты 20 урон заменено на перезарядки нтов соответственно шанс промахов у жертвы спрутов увеличен 75 до 100 процентов типа чел спутах промахивается каждая атака и прикольно плюс 8 брони заменено на привязка от спрутов не всем прямо как это будет работать скорее всего как уходим до привязка у не крать нас а теперь больше не увеличивает время возрождения а что она делает убийство совершенное способность на сюда увеличивает убийцы восстановление здравия и маны и 6 и 9 1 2 3 соответственно он прикольно изменято и смотрите у нас акс теперь накапливает эффекты не накапливает эффекты может быть еще прикольно встречи он не крат и сильно мне кажется никто не сильнее плюс ловкость уменьшена с двух и трех до двух и двух единиц задержка предприменения убрана и теперь кстати косу тоже будет пока дать давать всех просто чтобы получить эти заряды и красота более-менее положительно измените экран так вернем скрыть stalker у нас плюс ловкости уменьшен на 0 1 единицу не критично задержкой предприменением убрана танта 10 бонус к урона увеличен от войда уменьшение перезарядки dark сейшем ослабленность 10 до так секундочку метод брейн лак случился все окей да конечно ослаблено с десяти до восьми секунд вот дополнительному урону уменьшен 40 35 уменьшена перезарядка усиленно с 4 до 5 вот скорость атаки от hunter in the night увеличена с 80 до 100 по моему планты приятные у них сам перезарядка увеличена с 14 до 17 начались до вначале теперь на них все будет еще осложнялась эти он так на не бесполезно довольно таки манабер на перезарядку уменьшилась то есть против кастера все-таки будет полегче или на кого-нибудь не знаю медовым но по итогу она кстати увеличивается на одну секунду расход маны уменьшена со 100 до 70 80 90 100 даже опять же на лайн стадию баф множители интеллекта уменьшен а я вот это прям сильно тебя по итогу опять пятерка становится так что без разницы теперь огнем шарта увеличивает получаемый целью урон способности на 17 они уменьшают и распределение магии в чем разница он и на чем то есть теперь так и с огнем шарда сначала накладывает эффекта уже зачем наносит урон он доминал стом уровне 2 скорости при движении замена на 05 множители интеллекта 25 уровне 8 к ловкости но на манаберн по области радиусом 300 но это приятный талант скорость передвижения можно и без него боитесь а вот 8 с ловкости неприятно то есть более такой сопротивляющий нюкс у нас выходит у игра у нас фарбласт расход маны увеличен 70 80 соответственно то есть теперь это одни с память кнопка хотя файбал сингтоник для этого то что игно это увеличена перезарядка угарного не станет слабее он с к здоровью у нас уменьшена 25 единиц также плюс к силе увеличен на целых пятерку угры сланта назад он будет очень жирный 25 уровне шанс глушить атакой на полторы секунды отлично что талант убрали мне кажется очень когда не пикали заменено на шанс у нас применить фирбласт при атаке вот это уже прикольно хотя те слушать по сути тоже та же самая херня на самом деле диск на фарбласт много больше урона много наносит интеллект изменен с 15 так это окей изменение эффекта гоним шар теперь до способности дэйдж аура которая замедляет врагов радиусе 4 их стану 40 процентов и венели грейс больше не увеличивать сопротивление эффектом и применение на съездников также срабатывает на владельца перебонус к силе и восстановление здоровья увеличивается на 3 4 5 6 за каждый развеяный отрицательный эффект так сопротивление эффекта значит нас больше нету перед также мы еще и на себя это применяем и увеличен немножечко у нас заказа развеянный предмет бонус к силе то есть если учил много дебафов накинули эту фигню будет довольно сильно больше не является обычной способностью на саура чем она теперь является тоже не всем понятно амеров перед появляется она все то есть теперь у нас есть это улучшение от огня шарда да да а хамор теперь способности 7 опять же пытка сделать какого-нибудь но он никого полезнее на лайне либо же опять же в коры оправы собирать так это окей но я думаю читать смысла особо нету тут что и сделали у ульты у нас огнем больше не дает восстановление здоровья огнем скиптор дает 40 к сопротивлению эффектом это хорошо да это на самом деле прям прикольно правильно хорошее изменение на десятом уровне плюс 10 к здоровью в секунду я все знаете сижу и жду когда мудрики дадим что по моему скоро должно быть 10 регена заменена на действия heavenly grace а скорость передвижения заменена на перезарядку ульты то замедлению от аура заменена на четыре силы восстановить здоровье за эффект heavenly grace соответственно так 2 секунды перезарядки холли грязь заменена на 4 секунды перезарядки а мира соответственно и перезарядка ульты на 25 заменена на урон от хаммера то есть опять же более такой кор омник у оракла перезарядка увеличена длительность также увеличена расход мана уменьшен с 80 так это окей это приятный баф ревор кацки петр гранции rain of destiny тоже судьбу у нас начинается и давайте давайте лучше зачем просто легче и пытаться перевести так как же он стал грузится и у нас это гоним дам давайте зачакаем еще бинды слетают это не круто причем должны вражеского героя запомнить она это просто дождик который хилит ну прикольно я думал правда она будет бить типа третьим с полом так это дожди который хилит и наносит урон интересно вот интересно у сазара будет в этом работать увеличению но от воды короче бафы урон текущей мана изменен 16 процентов на 13 14 15 соответственно восстановление максимального запаса ману уменьшена с 30 до 25 по итогу на 5 процентов уменьшена странно что да никак не затронули то есть nokiai на лайн садисент пособие на самом герой сильно останется у пангалиера урон за удар по моему блин вообще мета особо не изменится на 23 герой новых придут 23 науки старые герои точнее уйдут урон за удар увеличена 24-х 40 отбук 6 7 8 до 25-ти 45-ти 6-ти 5-ти пангалира апнули приятно же не брони изменено тут тоже увеличение длительность изменена тут немного уменьшена по времени но не страшно пангалиера очень приятно баф на двадцатом уровне бонус или увеличен на 2 единицы и уменьшение перезарядка из ваш бакал усиленно с двух пяти до трех секунд тоже всегда теперь довольно таки сильная тройка стала опять исход мана увеличен 35 так тут чё у нас супер микро изменения фантомки на пятнадцатом уровне таланта бонского перизма увеличен с 12 до 15 процентов и минус 3 армора минус 3 короче армора по героям соответственно заменено на 25 урона от первого спала выделение и что это такое фантом лансер и как извиняюсь за эту зметочку можно я просто почему-то вернуть пожалуйста не будут нет нельзя понял вы опять все сломали то есть теперь у нас тут не почту вот а не знаю как называть брали здесь а где мой почту вот что происходит так ладно поставлю на паузу запись так гайся снова дышу я все пофиксил как в тонким разобрали у потом ланте перезарядка уменьшена начальной саде и у третьего спала но это неважно на скорости атаке заменено на и 5 секунд действия до пловкости вот это очень хорошо просто он ускорить у будет москва нам просила увеличена феникса на 0 1 плюс ловкостью увеличен с 3 до 1 5 замедление при движении уменьшена у и карус драйвом и перезарядка изменена у спиритов на 10 секунд по итогу уменьшается по моему это сильно исход man также был уменьшен там 10 уровня бонус замедлению увеличен сток дальности карус драйва заменено на 1 5 максимального урона здоровья и 5 максимального урона здоровья заменено на плюс 1000 дальности применения карус драйва соответственно по моему феникс стал сильнее просто немножечко упака максимальное время применения шифта у увеличена на начальной стадии ревор шарт каос и шифту атак полы ними свой атакинг range здесь радиус то есть теперь у нас талант ну короче там ты ему на так не будет теперь у нас просто чердам и атакуемся героев при нажатии шифта перезарядка уменьшена у нас у и у ванен крифта скипит скипитар тоже переработан сложные слова сложные слова визе было иными units and wards прочь и видимо это встроенный гем по моему дрим кайл перезарядка уменьшена своих семидесяти до семидесяти пяти секунд десятом уровне 3 сиг дальности арбы заменена на минус 2 секунды перезарядки иллюзори арб взялся уровне атака от шифта заменена как я сказал на перезарядку койла 12 крона цикла не заменено на 100 урону от крифта перезарядка арбы также заменена на оглушение дрим кайла 25 интервал быстрых атак по жертвам уменьшен то есть быстрее объем максимальное число так также увеличилась на 2 вместе с этим это круто радиус и дальность ванен криста заменена на дрим кайл сквозь него свинчусь к магии прикольно то есть теперь как будет парка прям кстати реворкнули прям как он будет вместе смотреться у пуджа базовая броня уменьшена на один прирост интеллекта увеличен то есть но не сказал что нам пуджа сильно отразится больше не увеличивая сопротивление магии дополнительная сила уменьшена а вот это сильно отразится пуджа по моему пытаются занерфить переспособность можно применять чтобы уменьшить любой получаемый урон на 5 10 15 20 секунд в течение 7 секунд точнее но более на такого мне кажется кора пуджа расход маны 50 перезарядка от секунд можно использовать время применения прерываемых заклинаний то есть ты хаваешь тебя бьют прожал меньше урона получаешь возможно прикольно пусть мембера уменьшение прерывания шарда ослаблено с 10 до 5 секунд до пуджа у нас занерфили у пугны расход маны увеличен на 20 единиц у декрепифая теперь можно использовать время применения прерываемых способностей то есть теперь пока мы live drain юзаем можно декрепифай накидывать тотем больше не устанавливать себе здоровье при срабатывании перри враги в радиусе наносит 10 15 20 25 процентов меньше урона способностями улайд район реворк шарт лазер инкан таргет юназер вард а усилы рефрета и михайя стрейндж в зубарк 70 процентов из демч короче уль теперь не может быть направлены но на вард видимо и еще какая-то херня которую я не понимаю как перевести у квапы урон с огнем жарда уменьшен на 50 единиц расход мана увеличен у нас у скрима и соникой в урон также был уменьшен то есть копу немножечко тоже ведь же понерфили но не сильно мне кажется что металла у разора теперь способность нельзя применять на цель с которой уже есть вязком талантов за там талант 6 секунд длительность связки у статик линзами но на 21 процент скорости передвижения от storm surge один целям ударов вот ее возле шторм заменен два заряда стать клинка разряды садик линка прикольно 6 секунд длительность связи высоте клинка то что брали не прикольно реки реки мой любимый реки которого мы так с вами сильно ждали что смотрим переросила увеличен приятно заебись то есть теперь чуть больше но точнее реки чуть плотнее у тучки нас расход маны изменен увеличили по итогу на 5 единиц не критично вообще чувствуется вначале уменьшен это круто переспособность замедляет врагов на сто процентов длительное замедление стоп что к тоже им бачишь очень я ем слушать а по моему реки в мету вкинули резко для замедления то есть у меня одна секунда учел замедло я кидаю два блинка этого замедления подряд расход мана увеличен на 5 единиц у 3 спала вообще не чувствуется теперь отрицательный эффект от способности можно развеять на шар без разницы я ненавижу шарт я ждал чтобы вообще убрали но его опять не убрали блин 8 ксили заменено на радиус мог скрина окей ну типа не критично просто так и замену скорее всего по риму на вторую альтернативу скорость атаки заменено на 0 3 замедления от блинг страйка ну вот в принципе москва вон талант на десятом так что не страшно что все брали на 25 уровне у нас радиус тучки заменён на нормальное развеяние от риков цитрит для примеспособность при оцепенении и привязки слу ой ё-моё дакарики сейчас по моему имба патча потому что считаете мы можем сбрасывать дасты за счет 3 спала то есть нам не страшно что у нас нету манты мы можем раньше драться у нас опнутые диффуза есть и еще и замедление от блинка завтра кстати будет обязательно стрим по патчу ну или послезавтра или сегодня на как видос выйдет вот будем играть на таймбе походу или кино и длительность подъема увеличена у нас у рубика у стил спелла призрятка уменьшена огоньки для больше не уменьшают перезарядку теперь огоньки позволяет украсть две способности если украсть способность двумя способности например sunray займет обе ячейки а раньше что нет у раньше тоже непонятно со сериаром у тинкера невозможно украсть его забавно да забавно базовая броня санкинга увеличена один интервал нанесение урона уменьшен с 0 5 до 0 2 секунд расход маны изменен чуть увеличился талант десятого уровня произвести здоровье заменено на 12 замедления 20 процентов замедления от костик фенель на 15 уровне заменено на 100 к урону соответственно от этой же способности до 20 уровня плюс 120 урону этого спасибо да по моему именно на сток радиусу эпицентра ok у шаду демона теперь при покупке огонь и шарда также дает также дается способность она периодически применять нормальное раздвение на связанную цель как некоторое время снимаясь неотвязательные эффекты по окончании действия излечивая цель действует на существ под эффектом способности дизрапшин теперь огонь и скиптор также дает заряды от их способности по моему неплохо по моему что будем сломать посильнее у эсэфа перед так и с эффектами от способности от огонь и мшарда накладывает на жертв страх длительностью 0 5 секунд такой себе ногу но не спали нерв точнее бафта приятный а вот против эсэфа такой си без способность уменьшать определение магии жертвы 5 10 процентов после нанесения урона то есть типа мы прожали реки ему потому что начинаем кайлы и они будут еще с более повышенным уроном интересно на десятом уровне 8 кронод скляни за минуту спать до принятым урона за попадание уши от урой за прикольным сэф по моему стал тоже довольно таки сильный уж все на глаза уже слезат ушей класса урон уменьшен 60 окно это незначительное изменение не знаю обращали вы вообще какой-нибудь внимание на урон от шейкла при способность излечивает владельца вот это приятно на протяжении своего действия вот это круто что а так и пол для убийства тему лично звук до 4 8 грамм поврежден достаточно 2 атак это тоже круто теперь под крипами и под башню будет легче восхитить этих самых змеек у саленс расход маны увеличен это круто перегоним шар там стал был довольно сильный перегоним шар также увеличивает похищение интеллекта при убийстве на 2 единицы это тоже круто план 10 уровня уровня бонуску теперь шар будет кстати чаще пикаться даже на саппорта план 10 уровня бонуску урона от аркен кирс уменьшен с 15 до 12 хороший нерв и 4 сек здоровья заменена на минус 20 секунд перезарядки global silence узкая мага арка аркейн болт множители интеллекта увеличен с одной из четырех до 15 еще больше урона урон увеличен состав петуха бафают это приятно же не спрятали магии ослаблена вот это неприятно урон увеличен и ульты на ранней стадии то есть по моему петух стал чуть чуточку посильнее как саппорт и возможно же в миде у старт дара гвардиан спринт пассивный бонс скорости передвижения в реке уменьшен на 10 процентов теперь цель 8 секунд составляет свой водный след бежишь и догоняющая по моему круто за сам уровне бонус к урона от сален краш то есть от баша увеличена течение от ваши от трос была увеличена состава 25 до 150 такой секунд он базовая сила устарка уменьшенную на одну единицу теперь паунс наносит 40 урона при попадании радиус привязки увеличен на 25 единиц на десятом уровне у нас талант 8 ловкости заменен на действия паунса скорость атаки от ульты заменена на полторы процента здоровья в секунду от шаду дэнса 8 секунд действия паунса заменено на 75 скорости атаки от шаду дэнса соответственно бонус длительности эсэнс шифта на двадцать пятом уменьшен с 55 до 50 секунд то есть на 5 секунд у бабки у нас катер блэст урон изменилось восьмидесяти я просто некоторые вещи не комментирую потому что но на сладке особо не отразится киона спал сильнее на герой по сути не изменится до урон изменен у бабки у 1 класс с 80 то есть по итогу короче надеюсь единиц меньше урона не критично перезарядку увеличена то есть ранней стадии бабка менее полезно на line саде расход маны изменен также не в лучшую сторону для бабки поначалу дополнительно урон с огнем шарда изменен состава с 5 на 35 процентов длительность оглушения с огнем шарда уменьшена на 0 одну секунду армор и дюсен кресит from 07 505 то есть теперь у нас чуть меньше броняна снимает расход мана уменьшен со 150 до 120 у габ лапа на 10 уровне 200 здоровья заменила или три секунда оглушения печеньки 10 10 уровня талант секунду замедления статарбласса заменено на форс на куки излечивая также 100 спать здоровья на 100 уровне форс на куки излечивать 200 здоровья заменено на 2 к числу атак отлил шейдер талант нас уровня бонск урон от скейтер бласт увеличена 75 до 80 снайпер от эйка им расход мана увеличен 25 до 50 град и перезарядка уменьшена 16 до 10 урон меньше на со 125 до 25 то есть урон очень на порезали на переснайвер особо не тронули на герои никак не отразится у спектры радиус поиска союзников уменьшен с 425 до 400 дополнительный урон увеличен с 18 32 46 окей но такой сеть выбирается на это мне кажется большей части от 20 уровнем было здоровье уменьшен на 50 единиц и бонус замедлению ускорения от даггера уменьшен на 20 уровень таланта на 2 процента бары героя которому я думаю же многих подъел сможешь что ему сделать исход мана увеличен на 20 не критичен для бары по скорости передвижения уменьшит вот это уже но более приятный нерф выделение эффектом также было изменено ослаблено то есть распола бары стал слабее это хорошо но жители урона скорость за баш также изменили то есть бары стал но в принципе мы просто остатки порезали то есть особо герой не изменился чуточку сайс табе но все но также пикабель и кабелем там 20 уровня по скорости при разбеге от чаджер уменьшена с 200 до 175 окей уж тарма прирост ловкость увеличен 0 2 единицы базовое восстановление мана увеличена это очень приятно базовая скорость атаки также была увеличена на 5 единиц а на 10 уровне у нас 40 урону от ремонта замененного 20 скорости атаки воск установления ману уменьшен на 10 уровне а ну и в итоге ничего не меняется если мы берем талант особо на пятнадцатом уровне на скорость атаки замененного на 05 урона от стати криминанта соответственно то есть теперь чуть позже мы берем урон от ремонтов ох еще 5 эта херня произошла так кажется зачем все немного в другом формате потому что да то есть таки окончательно накрылась будем что у нас тут далее что вам мы все разобрали теперь у нас своим плюс ловкостью увеличен на 0 2 единицы переспал с огонь вам также цели положительные эффекты как было ранее измену улучшение от огонь его шарда теперь остается неразвеемый пассивный опять броня всем союзникам радиус 1200 окей талант на 15 пиризму заменена на минус 15 перезарядки годов стрэнч и на двадцать двадцатом 25 скорости передвижения замена на восемь скорости передвижения от ответственно нашей нашего третьего спела но слен немножечко посильнее стало и что мы сами уже разобрали так что скипаем то есть пробитие изменена с 1 и 5 умноженная дальность атаки 550 так ну скорее все то есть дальность пробития будет немножечко побольше номинадцатом уровне социальности пробитие заменена на 120 дальность атаки пробитие от цель плейдов то есть тоже еще дальше написал сам уровне бонус к уклонению увеличен и 25 уровень бонус к число эффектов рефракшн уменьшен на 1 единицу по моему тампларк стал уже чуть сильнее у тб превословкость уменьшена на 0,4 единицы базовая скорость атаки увеличена на 10 единиц расход маны у иллюзии уменьшен на начальных лвлах то есть можно поспамить и длительность была увеличена у формы на 2 секунды под конец 16 процентов уклонения на десятом уровне заменено на 10 процентов урона иллюзий так в баске все нормально да все нормально на 10 процентов урона иллюзий на 15 уровне скорость атаки заменена на 15 замедлению на 15 уровне также бонус здоровью увеличен на 25 таланта бонус ко всем атрибутам увеличена 2 единицы и бонус к жизни иллюзий увеличен на 2 секунды на 20 левле также тоже тб более-менее вроде понерфили а вроде бы и забав или поэтому думаю на героя опять же никак не отразится моим большинство этих измене валов просто для галочки то есть но я не ощущаю того что метод как сильно изменится все измене какие-то слабенькие в большей части то есть у нас там некое какое-то прикольное изменение реки до акс большинством это просто беготня на одном месте условно у тит хантера блок урона изменился 18-30-42-54 на 15 окей ты да немного бафнули и бонус урон уменьшен но это не критично а вот так теперь более непобиваемый у тимбера урон увеличен на 20 единиц под конец снижение снова атрибута ослаблено то есть против силовиков теперь герой слабее перезарядка увеличена на начальных левелах и в плеймат хроме короче от шарда перезарядка увеличена с 18 до 20 секунд урон в секунду уменьшена с 90 до 80 секунд немножечко ослабили его тинкер тоже герой которых многим поднадоел посмотрим что ему сделать базовый урон уменьшена 2 лайн тяжелее фармить сопротивление эффектом уменьшена это абсолютно не то что мы ждали это абсолютно не то что надо было нужно было сделать возможность просто не блинковаться ему ури арма время применения увеличена на 0 25 секунд лазера урон уменьшен на 20 единиц под конец это хорошо время применения увеличено это тоже в принципе у нас хорошо то есть немножко фингер стал по себе но блин вот матрица главная проблема потому что герой в обинку из всех кнопок абсолютно абсолютно новая способность от аганима герой бросает существо гранат который носит 50 урон и телепортирует его на 60 единиц дальше от владельца и уменьшает его дали стаки и применять заглядание на 40 длительность эффекта так сейчас этого чекаем дочитаем тут 15 применение заменено на поглощение урона у матрицы и получение урона у матрицы на двадцатом заменено на минус 5 секунд применения кин конвинс ответственно давайте почекаем вы хотите сказать что он еще сильнее станет с талантами или что так берем нашего тинкера кстати сюда полагала из то что почему опыт был в самой дочь непосредственно открыт так у нам я что а шердом данного изменения берем и кидаем его в реке героя вы блинковался от нас расстояние ну не знаю прикиньте ее что на реке убивать инки ровно все это херню кидает все ты улетел чел ушел то есть типа максимальный левел те таланты то есть ну окей ладно по моему это конечно имба но там можно отсречь что скажет всякие лэнс там подобное так у тени длительность периодического урона у гречки увеличена на 0 1 секунду и множество урона для существ подброшенных с помощью тоса уменьшен на 5 секундок у тоса урон изменен также на 10 единиц подброс подброшенные враги больше не получают повышенный на 30 процентов урон радиус поиска существа увеличен до 25 единиц это приятное изменение более-менее пытается опять бафнуть тени агро теперь также увеличивает урон откоса это что такое а дополнительный урон увеличивается 50 процентов когда герой держит в руках дерево по моему очень сильно дополнительный урон существа изменилась 20 процентов на 20 но дата но теперь у нас тут 50 процентов дополнительный урон по стройкам уменьшен на 60 процентов под конец теперь тени сложнее пушки это хорошо потому что принципе то что герой сильнее круто но когда герой ломает вышку даже если ты играешь на герое за четыре дычки это не норма теперь также замедляет при движении атаку жертвы на 20 процентов длительность 2 секунды тоже немножко бафнули получается агонимный спел а нет это просто 3 тролл тоже получается немножко бафнули на самом уровне 20 существа три граба замену на 50 бонус урона с деревом от grow ok у трента перезарядка увеличена длительность тоже тут увеличилась у нас это очень на кстати теперь на вышке можно особо не откликаться ты один раз нажал нас 30 секунд уже на четверть где-то но чуть меньше мой бед хили сам дополнительная броня изменена так дополнительная броня также увеличена теперь суммарное лечение изменено тварное лечение почему-то не изменилось почему непонятно то есть по итогу отличности толку нету то есть типа ну короче видимо тренд без изменений у роля теперь позволяет проходить сквозь других существ battle транс это хорошо это правильно еще почти деревья сделали было бы вообще имбовой темы на двадцатом уровне 20 угонению заменено на минус 15 секунд перезарядки батл тренса тоже прикольно это на самом деле хорошо даже то потому что считать угонение довольно противная хочу тебя а тут и для тролля самого хорошо и прострали они так страшно минус 15 секунд при зарядке без 2 секунды действия battle тренса заменено топоры сквозь него совминчивость к магии ну такое себе у тусика скорость передвижения уменьшена на 5 единиц ульта у нас перезарядка уменьшена на 2 секунды под конец также как расход маны был изменен точнее именно уменьшен критический урон тоже был уменьшен на начальных лавров но под конец опять 400 урон у шардов увеличен 20 единиц мы опять же зачастую рассмотрим последнее значение базового урона увеличен на 60 по итогу поначалу особо не меняется хотя тоже уже строила плюс 20 есть у пинка перезарядка увеличен на 4 секунды перезарядка вдвое уменьшена при переменении на крипа теперь на 450 урона всем существом в радиусе 250 вокруг точки приземления теперь применяется существо является векторный окей таланты 10 уровня бонус длительность оглушения от панча увеличена с 0 4 до 0 5 секунд в 20 уровне бонус критическому урону от панча уменьшится 80 до 75 то есть на пять процентов у андерлорд способность dark лифт удалена даже блин что такое dark лифт так прочитать dark лифт удалена а что было dark листом непонятно а все понял то есть dark листа этого старого ульта все извиняюсь гость теперь у него порталы вместо старой ульты кстати правильно изменить лорда потому что огнем был ненужным перегоним шар больше не уменьшает задержку применением и огнем шар также уменьшает интервал волн также длительность интервал горения на 25 процентов приявляется так фентгает написано является теперь ультой открывать два протала но это дефолтного в принципе описание изменено улучшение от огнем скидер под каждым из порталом где создается по разлому способности питов мало из питов по и замедляет врагов на 40 процентов это прикольно аганим стал теперь по полезнее возможно будет брать почаще где раз посмотреть как будет в мете играться через два портала также у анданга максимум существо изменено с 11 на 10 не критичным урон потому что вначале там бафается урон лечения и существо изменены максимальное значение изменилось на 10 единиц расход маны был изменен также в сторону анданга может сказать перезарядка уменьшена на начальных лау-лаф также анданг стал сильнее на лайне и у голема перезарядка от аганима усилена на 35 секунд то есть на 5 секунд перезарядка быстрее теперь чем ранее урсы талант 25 так что у нас осталось тут не так уж много кстати осталось чтоб еще подходим к концу на 25 уровня 500 радиус афтершока заменена на минус 3 секунды перезарядки из-за шока соответственно вас скоро 20 уровня талант бонус к сопротивлению эффектом от рен рейджи увеличена на пять процентов неприятное изменение довольно таки у винги изменено улучшение шарда снаряд отскакивает еще одного врага в первую очередь героев это очень сильный шарт это прям реально очень сильный шарт и еще увеличивает дальность на 100 винга станет теперь очень сильным саппортом хотя это было довольно таки сильный у веника базовый урон увеличена 4 единицы на линии опять же как саппорт станет сильнее возможно же кора может проводить побилдить больше инстинкт больше не наносит урона в моменте получения эффекта урон все то есть типа вывлекаться наверно видимо как можно это еще что непонятно почему вы сделали урон секунду увеличен по итогу на две единицы и а нет по итогу на 2 уменьшился под конец позже нового радиус изменил увеличивается у нас на все должны чуть-чуть на 70 единиц на третьем левеле это сильно курить разлета увеличена это тоже очень сильно на 50 единиц и пусть и всего на 50 но и сильно 25 уровне 640 радиуса позже новый заменено на позже новым для это так у нас то а вот теперь таланта нет на радиус но и замедление атаки опять же как саппорт веник это хорошо на вайпере талант десятого уровня 8 км призму заклинанием заменен он ты на скоро на секунду от пассив очки 15 уровне 70 максимального урона в секунду от токсина замененного срок максимальному урона в секунду талант 20 уровня 70 к урону заменено на восемь процентов и снижение сопротивления магии от позже на атак у висажа радиус обзора горгули увеличен с 390 все и уже блять четвертый раз я говорю я поплыл конкретно все буквы поплыли ведь со мной радиус обзора у горгули увеличены 10 единиц радиус поиска цели для атаки у горгули увеличен на сто пятьдесят единиц на десятом уровне 25 к урону заменено на восемь к урону горгулей и героя нас уровне атаки снижает броню на 3 заменено атаки героя горгули снижает броню на 1 и 5 эффекты от разных существ складываются а значит после атаки героя 2 горгули у жертвы будет минус 4 5 брони в 20 уровне плюс 40 скорость передвижения горгули заменено на плюс 3 скорость передвижения героя и горгули и в пятом уровне 50 к слоям короче точнее 5 к слоям заменено на это плюс 10 брони эти самые слои но по моему особый саж в метро не вернется у вас перед я ждал его баф она уже вижу что особо ничего нету максимальная давленность увеличена на начальных лавлов лавлов лавлах приятненько но не крутое изменение но типа не особо такое бафающий бонусный урон от бонус на урон с огнем шарда уменьшен то есть тут в итоге еще нерф в итоге урон на четвертом уровне способности уменьшился на 50 единиц почти грустно грустно расход маны у варлока был уменьшен но хотя этот спелл все равно никто не взят что на бесполезен уже сколько лет да и варлок с пике тоже почти не встречается на 10 уровне 50 скорость передвижения голема взамен на 2 секунды действия шадов ворда записался уровне уменьшения перезарядки шадов орд оставлено с 5 до 4 секунд опять же блин варлока всем без разницы сейчас у вивера число атак героев для убийства жука изменено в начале жука легче убить это круто перезарядка увеличена в начале то есть вивера легче поймать с герой вначале стал слабее огнем скриптер больше не уменьшает перезарядку это очень крутое изменение перри станет учатся пореже у варки гейлс force это у нас улучшение от шарда через своими семей дали с применением и перезарядка уменьшена на 5 на 10 секунд но все равно я думаю это ютус более меня спал фокс фара снижение урона изменено теперь стабильно 30 это кстати сильный баф бон скорость атаки изменен по итогу будет чуть выше но вначале слабее но в любом случае за счет того что у нас на 20 урона начали больше не особо критично то что 475 по 3 заменилось изменил улучшение таким скипетер виндрана нельзя развеете он ослепляет врагов на 40 процентов а замедление увеличивается на 20 такое себе такое себе тебя 5 на тут скорее надо потестить тоже на десятом уровне 15 секунд именно 5 снижение урона за существо power shot прикольная тема 100 крон прошел на солнце заменено на 3 пизодки виндрана вот эти два таланта лишь приятно не зря их сделали и соответственно дран теперь нельзя развеять заменено на 2225 градусов замедления у виндрана ну а кстати тоже теперь по новой аганима это возможно прикольно уверенно дальность применения увеличена курсы у нас по итогу на 100 единиц увидел кора длительность оглушения крипов уменьшена с пяти до одной секунды непонятно зачем но допустим и по форме на вижу три сложнее теперь хотя мало кто этим занимался и способность на скрипом не 75 урона а удвоенный урон героям и перезарядка варда уменьшена на 10 секунд так теперь свойственных крипом на 75 урона а удвоенный урон героям не понимаю формулировку этой херни но вроде как прикольно перезарядка уменьшена 10 секунд это приятно у лёрика базовая ловкость уменьшена на 2 единицы пампиризм также был уменьшен убийство совершенные подконтрольными существами героя в радиусе 1200 теперь тоже дают заряды способности это хорошо то есть теперь скелетики тоже нам будут держать нашу пассивочку но в целом и перезарядка уменьшился при полоска взрыва героев призраков живых из эффектов огнем скипетра скипетра вида только союзником разве раньше было не так вообще никто не видел да и вопрос зачем начнется жалом но допустим узи в сам первый спел расход мана увеличен с 80 на 15 по итогу урон увеличен также по итогу на 20 это кстати сильно очень стать фильтр больше является способности передается при покупке огнем шарта атаки и способности героя начнут полетал урон равны 9 процентов от текущего здоровья жертвы по моему это интересно теперь у нас есть новая обычно способность божественный прыжок герой совершает божественный прыжок во время которого он зря итогам ближайшего видимого врагам как давайте лучше это на игре почекаем раз у нас последнее изменение и последнее что можно чекнуть ну короче в итоге у нас просто шар поменяли вместе но местами с этим спалом ну на здесь все возможно будет легче уходить единственное что чего ты выбьешь дебил где урон а урон нет про замедление то есть но хотя зевс без пассивки будет намного слабее то есть в допустим 202 на него с если я куплю шарт или нет за опять же тоже это лучше в играх почекать так ребят на вот такой у нас вышел патч не знаю сколько вышел дальше буду его выкладывать всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки кстати и пропасть в целом я немножечко разочарован я ждал чего-то большего будем ждать ближайшее время тоже всяких от фиксов нерфов и тому подобное всем удачи гайз еще раз подписывайтесь на канал софтилаки всем удачи всем пока